Часть вторая Монтеньи Жозефина Нетерпением ждала, когда мужчины Перейдут в гостиную Она не остыла к Люсьену, который бывал В Монтеньи каждый вторник Победы Народного фронта Прошло без малого два года Как говорит ДСР Все утряслось Виар хвастал, я научился управлять Меня теперь не замечает Дела шли хорошо Заводы были завалены заказами В магазинах продавщицы не успевали Отпускать товары Исчезли надписи «Сдается» Больше не было пустующих помещений Экономисты писали о конце кризиса И предсказывали долгий период благополучия Однако под покровом умиротворения Скрывалось общее недовольство Буржуа помнили июньские забастовки Они не простили Народному фронту Своего страха Сорокачасовая рабочая неделя И платные отпуска Вот причина всех бедствий Так рассуждали не только посетители Монсеньги Но и люди скромного достатка Начитавшиеся газетных статей Лавочница, объявляя покупательницам Что мыло снова вздорожало на четыре су Философствовала «Ничего не поделаешь, ведь господа рабочие Разъезжают по курортам» Крестьянин, заполняя декларацию о доходах Ворчал «Дармоеды» Дармоедами для него были учитель, два почтовых служащих И рабочие в соседнем городке Рабочие, в свою очередь, негодовали Жизнь с каждым днем дорожала И повышение заработной платы, которого они добились два года тому назад Пошло на смарку То и дело вспыхивали забастовки Предприниматели не уступали Виар призывал к благоразумию Фашисты на глазах у всех формировали боевые отряды И рабочие спрашивали «Кто нас защитит? Ведь не жандармы Эти только ждут часы, чтобы с нами расквитаться» В Испании еще шли бои Но фашисты отрезали Каталонию от Мадрида И рабочие злобно бормотали «Предали!» Предательство, как ржавчина, разъело душу народа А газеты писали об опасности войны По Венскому рингу прошли германские дивизии Все гадали, куда теперь двинется Гитлер Волновались, спорили по вечерам в кафе Потом мирно засыпали На редкость холодная весна 1938 года Застала Париж спокойным и растерянным Сытым и недовольным Бретель многое перепробовал за это время Друзья, с которыми он встречался у Монтеньи Не знали о его разносторонней деятельности Считая, что все зло в минимом умиротворении Бретель посвятил год террористическим актам Самые ответственные дела он поручал Грине Это Грине поджег шесть военных самолетов Он же положил в железнодорожный туннель адскую машину Желая припугнуть капиталистов, Бретель поручил Грине взорвать дом, принадлежавший союзу предпринимателей Бомба повредила фасад и убила сторожа Правая печать обвиняла в этих покушениях коммунистов Виар отвечал журналистам уклончиво Характер преступлений все еще не выяснен Сторонники Народного фронта требовали решительных мер Желая их успокоить, Виар раскрыл заговор Конечно, он не тронул ни Бретеля, ни арсеналов верных Но полиция выволокла из разных подвалов несколько пулеметов и арестовала полсотни верных Виар преподнес заговор как ребяческую затею По его указанию газеты прозвали заговорщиков кагулярами Уверяли, будто они носят средневековые капюшоны и маски Бретель возмущенно заявил в палате, что правительство преследует истинных патриотов И арестованных вскоре выпустили Теперь Бретель решил переменить тактику Он перешел от бомб к парламентским интригам В надежде, что международные осложнения помогут ему расколоть правительственное большинство Все стены были облеплены воззваниями Народный фронт ведет Францию к войне Друзья Бретеля, разъезжая по стране, заклинали крестьян спасти дело мира Представил очередной министерский кризис Радикалам надоели социалисты Обложение капиталов Вот здесь-то осторожный блюм поскользнется Тогда может выплыть Тесса И Бретель ухаживал за старым адвокатом Расхваливал его речь Угощал уткой по-руански или сальми из фазанов Тесса одобрял блюдо, но держал себя осторожно Даже подчеркивал свои добрые отношения с Виаром Социалисты оказались хорошими французами Может быть, предвидя свое близкое торжество, он хотел заручиться голосами социалистов Может быть, старался успокоить левых радикалов В частности, неистового фуже, который не называл Бретеля иначе, как гитлеровцем Свергнуть правительство, конечно, труднее, чем взорвать дом Бретелю пришлось прибегнуть к помощи новых людей Грине и прочие латники теперь сидели без дела Бретель добился дружбы двух видных депутатов, которые зачастили к Монтеньи Дюкана и Гранделя Это были люди разного склада Сын провинциального ветеринара Дюкан в молодости знавал нужду Однако он остался в стороне от социального движения Его идеалом была рыцарская аскетическая Франция Он мечтал о подвиге лотарингской пастушки О труде безвестных строителей Шарфского и Рейнского соборов О нации, как о целом Во время войны он был летчиком Получил тяжелую рану Его дважды наградили Потом увлекся политикой Проповедовал интегральный национализм В парламент его послали жители одного из горных департаментов Дюкан выбрал себе место на крайней правой Но часто он смущал своих соседей неожиданными заявлениями Так однажды он сказал с трибуны Если нам предстоят ужасы новой коммуны Я предпочту пост защитника Парижа двойной роли Тьера Это был скромный, невзрачный человек, лет пятидесяти, страдавший косноязычием Волнуясь, он говорил настолько невнятно, что его не понимали даже близкие В палате он выступал редко, но пользовался большим влиянием Ценили его личную порядочность и осведомленность Он был лучшим специалистом по воздухоплаванию И руководил работами авиационной комиссии За Бретеллем он пошел, считая, что Народный фронт ведет Францию к разгрому Бретель старался не оттолкнуть его И никогда при нем не заикался о сотрудничестве с Германией Если Дюкан был хорошо известен в кругах парламентских и военных То Гранделя знала вся страна Грандель был молод и чрезвычайно привлекателен Тонкое лицо, нос с горбинкой, голубые мечтательные глаза Он походил на портреты Сен-Жюста Говорил он превосходно, и даже противники, зачарованные, слушали его, как соловья В детстве Грандель был вундеркиндом Чудесно играл на скрипке Отец его, разбогатевший после перемирия на биржевых спекуляциях Вскоре разорился, и Грандель сам вышел в люди Писал эссе о мистике нищеты, о космических бурях и социальные пьесы с аллегорическими персонажами Несколько лет тому назад он примкнул к социалистам Выступал с большим успехом на митингах Его выбрали в парламент Там он вдруг объявил, что ему претит интернационализм Блюма и Виара Что он, Грандель, француз и представитель французских рабочих Которые дорожат не Марксом, но Прудоном И не хотят жить по чужой указке Грандель стал героем дня Его зазывали радикалы, социалистические республиканцы, демократы Он называл себя независимым социалистом Но при голосованиях поддерживал правую оппозицию и сдружился с Бретелем У Гранделя было немало врагов В кулуарах парламента охотно прислушивались к разговорам, порочившим репутацию молодого депутата Уверяли, будто он слишком часто встречается с атташе германского посольства Говорили даже, что радикал Фуже раздобыл документы, компрометирующие Гранделя Все это походило на инсинуации Сам Грандель пренебрежительно приподымал тонкие, как будто нарисованные брови Старый прием очернить противника и заодно перепутать карты Когда придет время, я докажу, что Фуже — агент Москвы Года три тому назад Грандель женился на хорошенькой креолке Ее имя было Мари, но все ее звали Муж Он везде бывал с женой О них говорили неразлучники Бывала муж и у Монтеньи Не принимая участия в общем разговоре, она рассеянно разглядывала старые альбомы Сердцем Жозефина почувствовала в ней соперницу Муж частенько поглядывал на двери кабинета и менялась в лице, увидев Люсьена Политическую компанию Бретеля субсидировал Монтеньи, человек с крутым нравом и с лицом похожим на морду бульдога Жозефина не зря мечтала о том часе, когда наконец-то покинет родительский дом Часами Монтеньи пилил ее то за книжку Морана, то за губную помаду Это был тупой самодур Он верил, что Бретель обуздает рабочих На дивиденды с текшего года Монтеньи не мог пожаловаться Но он считал себя униженным «Сорок часов, канальи! Разве я считаю, сколько часов я работаю? А я ведь рискую, у меня могут быть убытки Они-то знают одно — получку тунеядцы» Рабочие для Монтеньи были не противниками, как для десера А страшными насекомыми, готовыми пожрать все Он мог без конца говорить об их лени и жадности Так было и в тот вечер Он не давал никому раскрыть рот Сотый раз рассказывая о наглости рабочих Которые потребовали отдельного помещения для умывальников «Скоро им понадобятся ванны, увидите! Подумать только! Пока немцы работают круглые сутки Наши рабочие выезжают на морские купания!» Он закашлялся от досады Этим воспользовался Бретель Надо было поговорить не об умывальниках А о предстоящем парламентском бое Желая заручиться поддержкой Дюкана Бретель, как и Монтеньи, сослался на немецкую опасность «Я думаю, что в мае немцы начнут наседать на Чехословакию Мы должны до этого времени создать подлинно национальное правительство Я лично не возражаю против Теса Конечно, если он откажется от голосов коммунистов» Люсьен поморщился Он давно подозревал, что Бретель занят не заговором, а парламентскими интригами Все же он не ждал, что его папашу произведут спасители Отечества Стоило огород городить И, проглотив зевок, Люсьен подумал Хоть бы они скорее кончили Ему хотелось поговорить с муж Грандель поддержал Бретеля «Теса — наименьшее зло Только необходимо оторвать его от шайки Фуже Вчера мне сказали, что Фуже передал Теса ту самую фальшивку Я, конечно, сейчас же обратился к Теса Скажи на милость, в чем меня обвиняют? Он был архи-любезен, но от объяснения уклонился А план ясен — поднять шум в комиссии Классическая диверсия, чтобы спасти Блюма А не выволокнуть очередную сенсацию Дюкан возмутился Я не думал, что Фуже способен на такую низость Он на меня производил впечатление честного человека Солдат Вердена И вот очернить политического врага Но вы, Грандель, их заклеймите С вашим ораторским талантом Обидно, что я вынужден ждать Я даже не могу как следует подготовиться Не зная содержания этой фальшивки Бретель пояснил Я тоже пробовал объясниться с Теса Но он увиливает Ставит на обе карты А мы с ним старые друзья В конечном счете победой на выборах Он обязан мне Причем он не верит ни на грош в эти инсинуации Что вы хотите? Человек связан партийной дисциплиной Боится прогневать масонов Эрио Люсьен смутно улыбнулся и вдруг сказал Отец честный человек, но тряпка Депутаты занялись подсчетом голосов Около семидесяти радикалов будут голосовать против Блюма Правительственное большинство тает Но оно тает слишком медленно А ждать нельзя Через месяц Германия зашевелится Вывезут сенаторы Кайо поклялся содрать шкуру с Блюма Дюкан проворчал Кайо Лиса и пораженец Обсудили программу будущего правительства Первые условия Теса рвет с коммунистами В судецком вопросе твердая политика Но не перегибать палки Постараться найти компромисс Приемлемый для обеих сторон Немедленное признание генерала Франка Послать Лаваля в Рим Нужно пока не поздно договориться с Муссолини Контроль над прессой Кредиты авиационной промышленности На этом настаивал Дюкан 60-часовая рабочая неделя Бретель добавил для Монтеньи При захвате заводов Применять вооруженную силу Здесь Монтеньи разошелся Газами Исключительно газами Как грызунов Добавьте ускоренное судопроизводство Смертная казнь За террористические акты Мы еще доберемся До мерзавца Который кинул бомбу в Союз Такого мало гильотинировать Бретель посмотрел На тупое лицо Монтеньи От этого дурака Можно ожидать всего И сославшись на срочные дела Бретель откланялся Остальные перешли в гостиную Жозефина искала глазами Люсьена Но он и не поглядел на нее Он сел рядом с муж И завел в салонный разговор О новой постановке пьесы Жеруду Троянской войны не будет Названия удачные Идут, чтобы успокоиться Муж шепнула Четверг Его не будет Я тебе сама открою Дюкан горячась доказывал Гранделю, что пора перейти К активной политике В Италии или против Все равно Дело не в судетах Но в чешской линии Можино Конечно Но не нужно забывать Что судеты немцы А Гитлер заявил, что на Западе У него нет никаких притязаний Дюкан взволновался Он что-то выкрикивал Слов нельзя было разобрать Казалось, он жует резину Гранделю улыбнулся Вы абсолютно правы Передней Люсьена Нагнала Жозефина Не глядя на него Она сказала скороговоркой Люсьен Если с вами что-нибудь случится Не забывайте Я для вас Готова на все Он был растроган Но сдержал себя Спасибо Здесь холодно Вы простудитесь У нее показались На глазах слезы Да чего я вас ненавижу На улице дул резкий восточный ветер И Люсьен поднял воротник пальто Все ему было противно И Бретель И дурацкой нежностью Жозефины И муж В одном из землячеств Бретель разыскал Контролера метро Обри Этот урод был Обозлен Слушай, Обри Надо убрать предателя Обри обрадовался Он давно ждал случая Чтобы показать свою храбрость Только раз ему дали поручение Да и то прескверное На авене Ваграм Он избил девушку Продававшую юмоните Я вас слушаю, начальник Надо убрать латника Грине И без огласки Потом ты подкинешь вот это Бретель вынул из бумажника Билет коммунистической партии Обри пролепетал Все будет сделано, начальник Придя домой Бретель не прочитал писем Не отвечал на вопросы жены Едва шевеля тонкими губами Он молился Жаль, Грине Но что тут поделаешь Новую главу пишут На чистой странице Возьмет такой Грине И после трех пеконов Все выболтает Конечно, он честный человек Но дурак Я латник Для таких уготован рай А что ждет Бретель Он много взял на себя С него много взыщется И еще раз прочитав Заупокойную молитву Бретель сказал жене Грине я не знал Понимаешь? Жена вытерла руки о передник Она готовила любимое лакомство Бретель Безе Взглянула на мужа И взвизгнула Изверг Он ничего не ответил Под топкой тропинки Грине пробирался От станции Верней К бывшему охотничьему павильону После долгого ненастья Выпал первый теплый день И Грине подумал Скоро Пасха Выйдя на поляну Он расстегнул пальто Припекало Под деревьями Зеленили острые листья Ландыши И через месяц Сюда понаедут парижане Обычно картины Мирной жизни Вызывали в Грине досаду Сам того не сознавая Он завидовал Беспечности других Но сейчас Умеленный солнцами Весенней суматохой леса Он с нежностью Подумал О парочках Которые приедут На эту поляну За ландышами Куда теперь пошлет его Бритейль На испанских границах В Британь С ранней молодости Грине привык К странствиям К духоте дымного вагона К холоду И зевоте Узловых станций К еде За общим столом В третьеразрядных гостиницах Декам и воежеры Рассказывают друг другу Надоевшие всем анекдоты К ночам В нетопленной комнате С просаленными перинами И с олеографиями На пятнистых стенах Он не любил передвижений Но с трудом Представлял себе Оседлую жизнь Прежняя профессия Помогала ему Выполнять рискованные Поручения Бритейля Когда он исчезал На неделю Хозяйка гостиницы Не удивлялась Францию он знал Как свою улицу Повсюду у него Были любимые резиденции Друзья-кабатчики Связи в полиции Последние четыре месяца Он сидел без дела Письмо о Бри Не обрадовало И не огорчило его Он равнодушно Засунул в портфель Нессессер И фляжку с коньяком А в брючный карман Револьвер Хозяйке он сказал Еду Ваннести с аппаратами Сказал и подумал Протезы или бомбы Не все ли равно То, что два года тому назад Казалось ему вспышкой гнева Азартной игрой Романтикой Стало работой Он выполнял ее Исправно, но без страсти Апрельский полдень Блики солнца Переполох птиц Разнежили Грине Он думал Не о верных Но о дочери Содержателя гостиницы Ваннести Кудрявой Люлю Не случайно он Ответил хозяйке Ваннести Мечтал и проговорился Хорошо бы бросить Все с жениться На Люлю И открыть кафе Или гостиницу Мечты Грине не был бережлив Наградные Полученные от Бретейля Ушли на костюмы Да на подарки Той же Люлю Абри уже ждал его Охотничьим павильоном Называли полуразрушенную Беседку среди ольхи С белеными стенами И с царапанными Влюбленными Которые оставляли На них имена и даты Абри сидел На каменной скамейке Подставляя солнце То один бок То другой Он тоже поддался Весенней неге Шутка ли сказать После долгих месяцев Проведенных в душном метро С его запахами Мыла и кислот Оказаться в раю Рядом с крохотной речкой Под деревьями Покрытыми Блядно-зеленым пухом Абри позабыл Зачем он здесь И увидев Нарядного Чисто выбритого Грине Вздохнув Вот и кончилась Сказка Поздоровались Потом Абри сказал Садись Придет латник Дальмас Но не во всей инструкции Грине Растелил газету Не хотел запачкать Новенькие брюки Здесь не сыро Солнце Я ведь тоже побаиваюсь Ничего не стоит Простудиться Они молча Глядели на серебряные Зыбь и речонки И мало-помалу Ими снова овладела Приятная истома Начальник не придет? Нет, он хворает Возраст не тот Сколько ему, по-твоему? За шестьдесят Постарел он Это после смерти сына Два года, как сын умер Я хорошо помню Тогда забастовка была Жена его плакала А я пришел Он молится Да, это скверное дело Ты что, женат? Нет, а ты? Уродливое лицо Брина минута Осветилась Застенчивой улыбкой Еще нет Значит, думаешь Пожалуй, так лучше Я вот скоро женюсь В Ан-Неси нашел Красотка Отец-адвокат Там у них поместье Я и сам хочу туда переехать Куплю гостиницу Англичане приезжают У англичан Валюта Я ей деньги отложил А девушка Замечательная Как она поет Колоратура Люлю никогда не пела Но, начав врать Грине, не мог остановиться Вернее, он не врал Он размечтался А вокруг удивительно Щебетали лесные печуги Абри поглядел На оранжевые Модные ботинки Грине И с грустью подумал Такому легко Женей А кто пойдет За меня Разве что Старая шлюха Этот Как его Дельмаз Он, должно быть, Заблудился Придет Абри Никого не ждал Он заранее Все обдумал Но теперь Почему-то медлил Грине Вынул фляжку Тогда Абри Достал хлеб и колбасу В запасе Предвидел Утомительный день Решили перекусить Колбаса была Упругой Как резина Грине Жевал Со смаком Прогулка Придала ему аппетит Хлебнув Из фляжки Абри Сказал За твое здоровье Грине Еще больше Размяк От коньяка Клонила Косну Он зевал И, глядя на воду Мечтательно говорил Худить люблю Ух Вальнесси Форели Вот этакие Гляди Потом он уснул Шляпа сдвинулась Набок Рот был приоткрыт Его бледное лицо Обычно перекошенное Киком Стало спокойно Она даже Порозовела На солнце Было в этом Спящем человеке Нечто детское Абри Все еще медлил Он больше Не думал О своем одиночестве Не мечтал Тупо Он повторял Себе Ну Его охватила Тошнота Прежняя нега Перешла В полуобморочное Состояние Он Поморщился Паршивый Коньяк Вот Сволочь Спит Гостиница Хочет Открыть Виктория Или Монрепо Не выйдет А может быть Он и не предатель Просто захотелось Человеку на покой Конечно Рыбу удить Приятнее Это каждый понимает Только Чем он Обри Хуже Почему ему Нет никакого Покоя Бить Резать Сволочи Неизвестно К кому Относилось Это бранное Слово Но оно Приподняло Обри Он почувствовал Злобу Как будто Горлу Подступила Кислота И тогда Он вынул Стилет Две минуты Спустя Убедившись Что латник Грены Мертв Обри Положил Под скамейку Билет Который ему Дал Брютель Билет Билет был На имя Жака Дель Масс Тщательно Оглядев Свои руки Пальто Штаны Обри Быстро Зажагал К шоссе Теперь Он не восторгался Весенним днем Тошнота Не проходила Он с отвращением Вспоминал О колбасе Как резина Хотел сплюнуть Но слюны Не было Темнело На шоссе Возле остановки Автобуса Стояли Две девочки Увидев обри Они прыснули И одна сказала Приятной прогулки Обри Обозлившись Ответил Шлюхи Поздно Вечером В союзе Инвалидов Он доложил Брютелю Выполнено Брютель Его поблагодарил Усадил Рядом С собой На диван Это твое Боевое крещение Тогда Обри Спросил Он действительно Брютель Встал Да Можешь идти Глядя вслед Обри Он смутно Подумал Придется Убрать И этого На следующий день Во всех газетах Были портреты Гринет Репортеры Сообщали Что человек Павший от руки Убийцы Был известен Своими правыми Убеждениями Участвовал В демонстрации 6 февраля После него Не осталось Ни копейки Он был беден Исключены Корыстные мотивы Преступления Конечно Коммунисты Уверяют Что никакого Жака Дель Маса Они не знают Но все же Очевидно Что Грине Прикончили Они Желая избавиться От политического Противника Пользовавшегося Влиянием В католическом Синдикате Камивояжеров Паври не читал Газет Он ни с кем Не беседовал О загадочном Происшествии В лесу Верней Как всегда Он пробивал Билетики Судорожно Позелывая Кончив работу Он зашел В незнакомое Кафе И заказал Перно Мутный напиток Дурманил Еще стакан Третий За соседним Столиком Пили люди В кепках Паври не хотел Слушать О чем они говорят Но имя Грине Повторяемое Без конца Его раздражало Грине Больше не было И он не хотел О нем слышать Дураки Не унимались Что же Одной собакой Меньше Да Когда уж Такой идет К фашистам Значит Купили Абри Вдруг встал Подошел Крикунами Сырого Сказал Врешь Он хотел Гостиницу Купить А убили его Коммунисты Голоштанники Как ты Понял Сволочь Один из сидевших За столом Встал И ударил Абри По лицу Зазвенело Стекло Абри Упал Кафе Быстро Опустело Старый официант Долго Подбирал Тяжелые Блюдечки Ложки Игральные Кости Тессан Накануне Справлял Своё Шестидесятилетие В бесчисленных Телеграммах И письмах Красовалась Цифра Шестьдесят Молодые Адвокаты Поднесли Тесса Большой Торт Украшенный Шестьюдесятью Восковыми Свечками Вечером Свечки Зажгли И Тесса Долго Глядел На голубые Взволнованные Огоньки Он попытался Загрустить Заставил Себя Подумать О длине Пройденного Пути О ближайшемся Миновало Профессора Субтитры 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 Он не верил В измены Депутата Да и слово Измена Казалось ему Пришедшим Из другого мира С иностранной Разведкой Могут быть Связаны Майоры Продувшиеся В карты Шалопаи Вроде Люсьена Словом Люди Припертые К стенке Тесса Понимал Любую Оплошность Связь С аферистами Заступничество За мошенников Извольте Провести Границу Между Вполне Дозволенным Участием В акционерном Обществе И делом Ставистского Или Устрика Но Измена В сознании Тесса Проносили Стихи Гюго Чертов Остров Шпага Надломленная Над головой Предателя Нет Депутат Не станет Этим Заниматься Но вот Три дня тому назад Неутомимый Фуже Вручил Тесса Эту проклятую Бумажонку Тесса Пробежал Глазами Письмо И вложил Листок В папку С делами Иностранной Комиссии В записке Говорилось О двух Миллионах Отпущенных На пропаганду Целебных Вод Киссингена И Баден-Бадена Тесса Злился Хорошо Грандель Зарабатывает На немецких Курортах Это еще Не измена Правда Фуже Уверял Что Грандель Не сможет Представить Оправдательных Документов Но Тесса Был Против Вмешательства В частную Жизнь Депутатов Так он И ответил Фуже Тот Настаивал Необходимо Ознакомить С письмом Членов Иностранной Комиссии Все это Было На редкость Глупо Особенно Теперь Когда Нужно С помощью Правых Свалить Блюма И в то же Время Заручиться Поддержкой Левых Отказать Фуже Тесса Не мог Тогда Против Нового Правительства Будут Гласовать Все Левые Радикалы Но Если Тесса Гласит Документ В комиссии Бретель Станет На дыбы Правые Обрушатся На радикалов И радикалам Придется Поневоле Еще раз Выручить Блюма Подумав Тесса Решил Отложить Дело Недельки На две Он Надеялся Что Министерский Кризис Разразится В ближайшие Дни Но Кто Мог Похитить Этот Листок Никогда Ищет Тесса Не сталкивался Со столь Таинственным Происшествием Папка Лежала В письменном Столе Уходя Он Всегда Запирал Ящик Все бумаги На месте Если Рассказать О Мали Она Пожалуй Ответит Что Документы Украл Вельзавул В палате Тесса Забыл о пропаже Рассматривали Законопроект Об открытии Двух Ветеринарных Институтов В зале Сидели Только Депутаты Заинтересованных Департаментов Остальные Толпились В куварах И в буфете Говорили О надвигающемся Кризисе И потому С каким Вниманием Осведомлялись У Тесса О его здоровье Можно было Безошибочно Угадать Что дни Блюма Сочтены Виар Поздравив Тесса С шестидесятилетием Беланхолично Вздохнул Шестьдесят Лет Я и не думал Что мне Придется В руки Министерский Портфель Ты рано Начинаешь В добрый Час Тесса Хихикнул Шестидесятилетняя Девственница Совсем Не дурна Кстати Он рассказал Непристойный Анекдот Виар Покраснел И ушел Вдруг Из табачного Дыма Выплыл Фуже Взглянув Промежуточные Время Представитель Пятой Кажет Можонки Оставалась Надежда Мне Мне стало Очень страшно Я теперь Скоро умру Что станет С Люсьеном Тесса Поглядел На ее Белое Обескровленное Лицо И стал Приговаривать Поправишься Обязательно Поправишься Все врачи Говорят Мы с тобой Скоро В Виттель Поедем Обязательно Амали думала Не о себе Но о своей Любви О рыжеволосом Беспутном Сыне Скажи Что станет С Люсьеном Он не мальчик Устроится Тебе нельзя Волноваться Когда он Вернулся В кабинет Оттуда Вышел Люсьен Они столкнулись В дверях Сразу Что-то осенило Тесса Документ Украл Люсьен Не раз Он заставал Сына В своем кабинете Тот Смущенно Объяснял Искал Спички Или вечернюю Газету Теперь Понятно Да Такой На все Способен Тесса Вбежал В комнату Люсьена На столе Лежали Фотографии Лошадей Длинная Дамская Перчатка Револьвер Тесса Сел На диван Вытер ладонью Мокрое лицо И спросил Шепотом Люсьен Это ты Взял Письмо Гранделю Люсьен Молчал Тогда Тесса Вне себя Крикнул На немцев Работаешь Люсьен Подбежал К отцу С поднятой Рукой Потом Отскочил И пробормотал Мерзавец Этот Негодяй Еще Оскорбляет Отца Ты Са Едва Выговорил Убирайся Он Ушел К себе Он Слышал Как Люсьен Попрощался С матерью Амали Слипывал Теперь Все Кончено Зачем Ему Министерский Портфель Дочь Ушла Сына Он Выгнал Его Сын Шпион Теса Стала Жаль Себя Он Долго Грустно Сморкался А из Спальни Доносился Плач Амали Теса Пошел К ней Сел На кровать Мамочка Так он Называл Когда Бывал Растроган Вот Мы И Одни Почему Ты Его Выгнал Он Гордый Теперь Он Ни за Что Не Вернется Я Его И Не Впущу Ты Знаешь Что Он Делает Он Шпион Он Работает На Немцах Ты Совсегда Знал Что Его Жена Глупа И Невежественна Но Все Растерялся Услышав Ее Ответ Я Тебе Говорила Что Политика Гадкое Дело Это Ты Научил Люсьена Разве Ты Не Кричал Что С Немцами Можно Сговориться Что Гитлер Лучше Тореза Замолчи Я Не Хочу Этого Слышать Люсьен Не Дипломат Но Шпион Ты Не Понимаешь Разницы Теса Был И Без Того Расстроен Хлопнул Дверью Он Ушел В кабинет Он Долго Шагал Из угла В угол Повторяя Шпион Наемник Негодяй Утомившись Он Сел В кресло Нужно Все Продумать Если Люсьена Подослали За документами Это Дело Серьезное Значит Грандель Действительно Замешан Но Теперь Документ Исчез Улик Нет Рассказать О краже Но Этим Он Посадит В тюрьму Люсьена А Малини Переживет Удара А что Выиграет Теса Хорош Спаситель Франции У которого Сын Шпион Нет О краже Ни слова Уже Придется Сказать Что Документ Фальшивка А как Быть С Гранделем Шпион В палате Депутатов Это Все же Неслыханно Но У Теса Нет Никаких Доказательств Поддерживая Версии Фуже Он Только Наживет Врагов Среди Правых Потом Рассуждает Трезво Даже Если Гранделем Немецкий Агент Какой Вред Он Может Принести Франции В военную Комиссию Он Не Входит У немцев Наверное Десятки Тысяч Шпионов Одним Больше В общем Этим Должны Заниматься Господа Из Второго Бюро А не Теса Взвесив Все Теса Решил Похоронить Дело Люсиен Он Выгнал Как Бездельника И Неисправимого Кутилу Он Прошел Камали Насчет Шпионажа Не говори Никому Это Вздор Я Погорячился Но Мне Снова Принесли Его Вексель Потом Он Меня Оскорбил Ты Можешь Послать Ему Деньги Но Сюда Он Не Должен Приходить Спокойной Ночи Теса Лег В кабинете Он Погасил Свет И Лежа С Раскрытыми Глазами Думал О Своей Неудачной Жизни Как Всегда Мысли Вернулись К Дениз Впервые Теса Подумал Может Быть Она И Права Она Ушла Из Проклятого Мертвого Дома Что Для Нее Отец Она Рассуждает По-детски Не Понимает Что Такое Правосудие Теса Защищал Убийц Подбирал Алиби Вел Дела Отъявленных Мошенников Это Священное Право Его Ремесла Но Для Дениз Он Лжец Человек С Нечистой Совестью Она Не Понимает И Политики Он Вел Сложную Игру Дружил С Бретейлем Улыбался Виару Это Необходимо Для Спасения Франции Но Конечно Это Грязное Дело И Вот Дениз Возмутилась Ушла От отца С его Непонятной Темной Жизнью От Суеверной Матери От Брата Который Оказался Шпионом Дениз Честная Непримиримая Теса Видел Суровое Лицо Дочери Он Засыпал И Знакомые Черты Сливались С картинами Татуями То Дениз Подымала Меч Как Жанна Дарк То Она Держала Окровавленный Кинжал То Ему Мерещился Угрюмый Взгляд Луиза Мишель И Он Повторял Поджигательница Он Знал Что Коммунист И Убийцы Теперь Он Благословлял Дочь Которая Должна Его Убить Вот Она Подходит У Нее Лицо Из Гипса А Вместо Глаз Впадины Она Сжала Горло Теса И Теса Закричал Его Разбудила Амали Услышав Крик Она Хотела Встать Но Не Смогла Свалилась Она Приползла Из Спальни И Вцепилась Руками В голову Теса Поль Что С тобой Он Не Сразу Опомнился Мне Приснилась Дениз Мамочка Теперь Мы Одни Раздался Телефон И Звонок Ты Сав Сдрогнул Кто Может Звонить Так Поздно Не Случилось Ли Чего Нибудь С Люсьеном Он Взял Трубку Маршандо Сообщил Ему Что Десять Минут Тому Назад Закончилось Голосование В Сенате Блюм Требовал Чрезвычайных Полномочий За него Подано Сорок Сем Голосов Свыше Двухсот Против Заикаясь От волнения Теса Сказал Жене Завтра Я буду Министром Это Победа Он Хотел Сказать Что-нибудь Радостное Обнадежить И успокоить Амали Но Нервы Не Выдержали Сидя За письменным Столом В голубой Пижаме Он Плакал И Рукавом Вытирал Нос Пока Сенаторы Сердито Покашливая И багровостью Апоплексических Затылков Выдавая Душевные Возмущения Слушали Блюма На другом Конце Города Рабочие Сцены Бастовавшие Уже Свыше Двух Недель Собрались Чтобы Обсудить Ответ Дирекции Дестер Наотрез Отказался Вступить В переговоры Прежде Нежели Рабочие Очистят Заводские Помещения Он теперь Не философствовал Не острил Другие Времена Да и у рабочих Не было Того пыла Который Два года Тому назад Помог им Одержать Победу Завод Сен Последовал Примеру Других Завостовка Охватила Всю Военную Промышленность Не было Ни флагов Ни концертов Ни веселой Перебранки С полицейскими Завостовали Потому что Жизнь Стала Не в моготу Но Мало Кто верил В победу Мишо Не было Он сражался В Испании Товарищи Не знали Жив ли он Говорили Что в февральских боях Бригада Парижская коммуна Понесла Большие потери Пьер Пьер Парижская коммуна Бригада Парижская коммуна Парижская коммуна Но уже много лет Подросток Парижская коммуна Парижская коммуна Наконец Наконец он Денис 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 Парижская коммуна Парижская коммуна Парижская коммуна Парижская коммуна Поддерживали ее В минуту душевной усталости Но с февраля От Мишо Не было писем Денис Боролась Неотвязными мыслями Он жив Она повторяла Его любимое Восклицание И еще как Но тревога росла Увидев Легре Денис Полошилась Может быть Он знает На собрании Говорили О правительственном Кризисе Сенат Хочет Отставки Блюма Народный фронт Может рухнуть Радикалы Раскололись На две группы Социалисты Юлят Боятся Оттолкнуть От себя ТСА И остаться С коммунистами Забастовки В Париже Растут Но подъема Нет А крестьян Сумели восстановить Против рабочих По сравнению С прошлым годом Положение Ухудшилось Кто-то сказал Упустили Минуту На него Прикрикнули Надо говорить О деле Париж Можно поднять На защиту Народного фронта Если Блюм Откажется Уйти Кто выступит Против Друзья Бретейля Когуляры Да может быть Полиция Армия Не поддержит Фашистов Нужно только Чтобы Блюм И Виар Приняли бой Набросали Набросали Проект Обращение Правительство Остается У власти Виар Должен Арестовать Когуляра Во главе С генералом Пекаром Помощь Испании Пора Наконец-то Открыть Границу Можно было Этого И не писать Все знали Наизусть Слова Казались Привычными Потерявшими Значение Как Здравствуй Или До свидания Решили Что с Блюмом Переговорит Дюкло А к Виару Пойдет Легре Ведь Легре Поддерживал Виара На выборах Потом Хорошо Послать Не депутата А рабочего Пусть знает Что говорит народ Напоследок Обсудили Вопросы Связанные С забастовками И надо Держаться Многое Зависит От того Чем Кончится Кризис Денис Спросили О положении На заводе Гном Она Ответила Все говорят Что надо Кончать Забастовку Но все Понимают Что надо Бастовать Пока Другие Держатся Наши Не подведут Легре Усмехнулся Как У нас На улице Денис Его догнала Ты Из Испании Что-нибудь Получил Как Мишо Голос Денис Выдал Волнение Легре Нахмурился Вот уже Третий Месяц Как Оттуда Нет Вестей Но Он Спокойно Сказал Все В порядке Приехал Один товарищ Он Недавно Видел Мишо Денис Не смогла Скрыть Радости И смутная Улыбка Похожая На весенний День Где-нибудь В Бельянкуре Среди 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 Похожая Беда Беда Она 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 Любит Это Среди 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 Мишо Говорил Студентка Все-таки Хорошо Когда Есть На свете Близкий Человек Говорят Спокойней Нет Еще Тревожней Но Хорошо Жизни Больше Легре Сколько он Себя Помнит Был Всегда Один Как Перст Отца Он Не знал Мать Умирала Когда Он Еще Ходил В Платьице Взял Его Дядя Купердяга По Профессии Колбасник Легре Подавал Жбаны Со Свиной Кровью Топил Печь Мыл Полы Потом Он Ушел На Завод Война Не Вовремя Началась Легре Тогда Приглянулась Хохотушка Щебетунья Ан-Мари Он О ней Думал В окопах Аргонского Леса Война Там Шла Под Землей Подкапывались Друг Под Друга Осколком Снаряда Легре Был Ранен В лицо Пометка Осталась А Когда Он Вернулся С войны Ан-Мари След Простыл Она Уехала С Американским Летчиком Легре Надулся На Всех Женщин Жил Он Тогда Скучно Ходил В кино Иногда Выпивал Потом Увлекся Политикой Снова Влюбился И снова Прозевал Он Не знал Как признаться Марго Ему Казалось Что Она Его Презирает Лето Было Беспокойное Сакко Иван Сетти Легре Каждый День Выступал На Митингах Осенью Марго Вышла Замуж За Дюбона Легре Подумал Ей С Ним Интересней На Новый год Дюбон Позвал К себе Приятелей Он Жил В маленьком Домике Возле Фортификации Сидели Поздно Выпили Накурили Марго Вышла В садик Подышать Легре Уходил Там Она Его Окликнула Начала Говорить О кино Спрашивала Видал Или он Картину Остров Горя Он Молчал Вдруг Она Быстро Сказала Я Вас Тогда Любила И Вернулась К гостям Легре Обозлился На себя Решил Что он Не создан Для Счастья Стал Еще Молчаливей Почему Он Сейчас Вспомнил Об этом Да Вот Жозет Это Дочь Товарища Иногда Легре Кажется Что Жозет Ласково На него Смотрит Но Ей 24 Года А ему 42 Он Ей Сказал Я Для Вас Стар Почему Она Рассердилась Надо Бы С ней Поговорить Легре Все Откладывал Не Время И Вот Сейчас Взволнованный Беседой С Денис Он Он Думал Так Так Жизнь Пройдет Он Обмотал Вокруг шеи Шарф Не То Дождь Не То Снег Что Ж Это За Весна Звон Звонить Виар Виар Если Блюм Уйдет Десер Ни За Что Не Уступит Пожалуй Тогда Чистят Завод Силой А еще Недавно Казалось Что Все У них В руках Завтра Бретель Будет Командовать Слишком Понадеялись На свою Силу Большинство Выборы Народный Фронт Демонстрация А те Рыли И рыли Вот И Прозевали Как Легре Марго Ну И Холод Легре Прошел В комнату Где Заседал Статичный Комитет Его Обступили Что Нового Три Пункта Первый Насчет Забастовки Надо Держаться На других Заводах Настроение Боевое Там Были Делегаты На Гноме Ни за Что Не Уступят А ДСРу Нелегко Им Самолеты Теперь Вот До Чего Нужны Гитлер Опять Что-то Готовит Значит На ДСРа Нажмут Заказы Он Должен Сдать Пункт Второй Министерством Наши Решили Обратиться К Правительству Не Должны Они Уходить Палата Выразила Доверие А что Сенат Богодельня Этих Старикашек Давно Надо Отослать На Покой Я К Вяру Пойду Мы Им Предлагаем Поддержку Если Понадобится Выйдем На Улицу Виар Порядочное Дерьмо Не Спорю Но и Дерьмо Дерьмо Рознь А положение У нас Посредственное Выбирать Приходится Не между Двумя Розами Ты Стар Будет Еще Хуже Это Правда А Третий Что Третий Да Ты Сказал Три Пункта Ле Гре усмехнулся Я И Забыл Третий Насчет Погоды Разве Это Товарищи Весна Это Не Весна А Безобразие На Нарядной улице Сен-Он-Ре Возле Дворца Президента Республики С раннего утра Толпились Зеваки Репортеры Держали Наготове Блокноты И зеркалки Держали Пари Кого Вызовет Президент Любопытные В окрестных Барах Согревались Кофе Или Грогом В девять Часов К воротам Подъехала Большая Машина Тесса Вежевыбритый Благоуханный Легкой поступью Прошел Наверх Он Позволил Себя Заснять Но Шутливо Погрозил Пальцем Журналистам Президент Вызвал Меня Для Консультации Это Все Что Я могу Сказать Бутоны Распускаются Зачем Их Преждевременно Раскрывать Терпение Друзья Терпение Пропажа Документа Тревога За Денис Болезни Жены Все было Забыто Тесса Сиял И один Из журналистов Пробормотал Завистью Подумать Только Что ему Пошел Седьмой Десяток Фотографы Красотки Поджидали Десяток Завистью 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 Освобожденного Завистью 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 Я не хочу Чтобы меня Могли убрекнуть В шантаже Мы разбиты И мы уходим Таковы правила Честной Парламентской Игры Он Позвонил Лакею Здесь Очень холодно Затопите Камин И принесите Мне туфли Какое Это было Наслаждение Весело Трещали Дрова Вяр Снял Себя Тяжелые Ботинки В теплых Туфлях на меховой подкладке «Один в одиннадцать часов утра» наслаждался свободой. Никуда не нужно идти. Мысли были ленивыми, уютными. Легре преувеличивает. Франция — загадочная страна. Каждое десятилетие она гибнет и никогда не погибает. Не погибнет и теперь. Может быть, сенаторы правы. Международное положение обострилось. Тесса да ладье, саро да же лаваль. Это домашние туфли. Франция к ним привыкла. Они разношены, их не замечаешь. А народный фронт можно до поры до времени поставить в шкаф. Пришла Виолетта. Он обрадовался. Теперь есть время поговорить. Он расспрашивал про мужа, про дела, про квартиру. «Я надеялся, что у тебя будет мальчик. Хочу понянчить внука». У старшей дочери Виара были две девочки. Морис говорит, что теперь не время. У нас в Нанси все ждут войны. Виолетт хотелось расспросить отца о политике. Морис потом пристанет, что он говорил. «Ты знаешь, папа, эти два года мне лично было очень тяжело. Тебя у нас не понимают. При мне, конечно, молчат. Но все-таки до меня доходит через Мариса, через Жанну. Почему-то все ополчились на тебя. Одни говорят, что ты распустил рабочих. Это и я слыхала. Даже в кабаре пели. А другие, наоборот, сердятся, что ты выпустил из тюрьмы когуляров. Уже всего не помню, но со всех сторон я часто плакала». Подбородок Виара задрожал от обиды. Что он мог ответить дочери? Что больших людей всегда осуждает при жизни. Что он в течение двух лет ограждал Франца от кровопролития. Но ему самому эти громкие слова оказались неуместными. Он придвинулся еще ближе к камину и сказал, «Я знаю, что меня все ненавидят. У меня после смерти мамы никого не осталось». Потом он встал и тщательно накапал в стаканчик двадцать капель лекарства. Чуть было не забыл. А это надо принимать за час до обеда для правильного обмена веществ. Почему муж так привязалась к Люсьену? Он ее не любил, да и не говорил, что любит. Для него это была еще одна победа в послужном списке. Хорошенькая, к тому же, слывшая недоступной женщина. Только теперь он понял, как сильно было его чувство к Жанет. Тогда он терзался от ревности, нетерпеливо ждал каждого свидания, боялся холода, отчужденности. С муж он забавлялся. Только чтобы оживить приявшееся ему объятие, он вдруг начинал упрекать ее за то, что она живет с мужем. Муж, плача, говорила, «Хочешь, я уйду от него?» Ей казалось счастьем перебраться в грязный номер, где жил Люсьен после ссоры с отцом, голодать, штопать носки любовника, носить в редакции его статьи. Но он, поиграв в ревность, говорил, «Нет, мне ты не нужна, а он тебя любит». Муж плакал еще сильнее. Он нетерпеливо морщился. И, пересилив себя, муж шутила, пела гавайские песни. С Гранделем она познакомилась три года тому назад на маленьком пляже в Британии. Она сразу ему приглянулась. Он бродил с ней по скалам и говорил о космических бурях. Он тогда был начинающим автором. Зимой они поженились. Оба были молоды, красивы, остроумны. Гранделю к тому же везло. Он стал депутатом. Завелись деньги. Они сняли хорошую квартиру в отеле. Много принимали. Муж одевалась у лучших портных. Выезжала в кадильяке, и шофер никогда не забывал украсить машину ее любимыми цветами, пармскими фиалками. Казалось, все должно было способствовать семейному счастью. Но вот на четвертый год замужества, встретив Люсьена, муж потеряла голову. Прежде всего, ее поразила внешность Люсьена. Грандель был красив, холодной, бесчувственной красотой. Походил на гравюру. А в Люсьене все было порывистым. Жесткие огненные волосы, яркие глаза, неясная едва намеченная улыбка, длинные тонкие руки. Узнав его ближе, муж поняла, что никогда прежде не встречала таких людей. Он весь загорался от одного слова, а потом погружался в беспричинную молчаливую печаль. Он часто играл, она это замечала, но и в игре он оставался самим собой. Грубил, оскорблял себя, готов был на благородство и на подлость. Его завтрашний день представлялся загадкой для других, да и для него. Муж вдохновляла его биография, смены страстей, измены, глубокая нечестивость. Она выросла в благонравной, аккуратной семье мелкого колониального чиновника, где все было вымирено, и любовные шалости отца, и молитвы матери, и взятки, и гроши, выдаваемые старой служанке. Муж отдалась Гранделю, потому что он показался ей героем романа. Но прожив с ним три года, она знала, что он черствый карьерист. Он сам как-то признался, что изменил ей с одной актрисой только для того, чтобы проникнуть в салон влиятельного депутата. Единственной страстью Гранделя была игра. Прежде он частенько бывал в казино Монте-Карло и Биорица. Сделавшись депутатом, он остепенился, говорил муж, что политика для него та же рулетка. Она ему не верила, презирала его, признавалась Люсьену, у меня такое чувство, как будто он меня покупает. Люсьен иногда в ответ ругался, раз даже ударил ее, но чаще посмеивался. «Я люблю проституток. Это порядочные женщины». Разрыв Люсьена с отцом, то, что он пошел на полуголодную жизнь, еще сильнее привязала к нему муж. Но она не понимала, почему ему вздумалось спасать репутацию Гранделя. Делами мужа она не интересовала, никогда его ни о чем не спрашивала. Как-то ей почудилось, что муж подозревает о ее связи. Она испугалась за Люсьена, убежденной, что Грандель способен на любую низость. Но Грандель, встречая Люсьена у Монтеньи, был с ним, как прежде, приветлив. Люсьен никому не рассказывал о своих семейных неприятностях, опасаясь, как бы дело не дошло до жалео. Тогда он лишится доходов. Теса тоже предпочитал не говорить о своей ссоре с сыном. Только муж узнала все. Грандель теперь чуть ли не каждый день заговаривал с ней о Люсьене. Она молчала. Наконец он сказал, «Я знаю, что ты с ним дружна. Пожалуйста, не отпирайся, я не ревную. Я только хочу, чтобы ты его позвала. Нам нужно поговорить с глазу на глаз». Взволнованная она пришла на свидание. Она не знала, как передать Люсьену предложение Грандели. Сердцем она чувствовала опасность. А Люсьен, как назло, был весел, потяжался над ней. И впервые, когда он ее обнял, она ничего не почувствовала, кроме страха, как будто ее знобило. Потом она высвободилась и сказала, «Он тебя хочет видеть. Люсьен, я боюсь за тебя». «Чепуха? Грандель не от Элла. Ты не понимаешь. Дело не в ревности. Это страшный человек. Он тебя запутает. Я знаю эту его улыбочку. Зачем только ты ему понадобился? Наверное, не знает, что я поссорился с отцом, хочет войти в доверие, карьерист. Но довольно об этом». Он поцеловал муж. Она отодвинулась и вдруг спросила, «От кого было то письмо?» Он пожал плечами. Глупая фальшивка. Обычная история с деньгами. А подписано Кельман. Муж зарылась головой в подушку. Люсьен ее тряс за плечо. «Ты что-то знаешь? Говори!» «Он тебя убьет». «Говори, ты знаешь о письме?» «Нет». О письме ничего. «Но я знаю Кельмана. Только ради Бога не говори. Он тебя убьет. В Люцернии. Он меня с ним оставил на несколько минут. У нас был двойной номер. Противный человек затянут, как в корсете, а затылок выбрит наголо. Он смешно говорил по-французски вместо «Д» «Т». Настоящий бош. «Но ты никому не говори». Он мне тогда сказал, чтобы я не говорила. Он очень волновался. А ты знаешь, какой он спокойный. Ты не должен с ним связываться. Люсьен ее больше не слушал. Он поспешно одевался. Потом крикнул «Одевайся!» Она ничего не понимала. Искала губами его руки. «Люсьен, не сердись!» «Я не виновата!» Она плакала. Желая ему угодить, взяла пудреницу, чтобы привести себя в порядок. Он вырвал из ее руки пуховку. «Живее!» Они вышли вместе. Она шептала «Люсьен». «Люсьен, люблю!» «Мне так страшно!» Она заметила, что у нее не застегнута блузка, кинулась в первую подворотню. Когда она вышла, Люсьена не было. Она села на скамейку. Кругом толпились люди. Это была остановка автобуса. Но она никого не замечала. Напугал ее газетчик. Над самым ухом он крикнул «Угроза не миновала!» Тогда муж истерически вскрикнула, а из глаз побежали слезы. К ней подошла какая-то женщина и ласково сказала «Успокойтесь!» «Муж мне говорил, что войны не будет!» Было восемь часов вечера, когда Люсьен пришел к Бретейлю. Служанка провела его в гостиную, попросила обождать. Бретейль обедал. Жил предводитель верных, как буржуа средней руки. В гостиной стояла пианино, на котором никто не играл. Мебель была в чехлах, чтобы не выгорел красный атлас. На круглом столе лежали альбомы с семейными фотографиями и огромная книга «Замки Луары». На стенах висели пейзажи, закат над морем и плодовый сад цветут. Дверь была полуоткрыта в столовую с горкой, где красовался старинный хрусталь. Бретейль сидел напротив жены и молча ел компот из чернослива. В углу стоял детский стульчик. Жена не захотела, чтобы ей его вынесли. Аккуратно свернул салфетку, Бретейль вышел к посетителю. Он поморщился, увидав возбужденное лицо Люсьена. Не любил, когда к нему приходили без приглашения. А Люсьен даже и не стал извиняться. Он был слишком взволнован. Не прошло и часа, как он расстался с муж. Он сразу сказал, «Письмо не фальшивка». Бретейль улыбнулся. «Это вам сказал ваш достоуважаемый родитель?» «Нет, я ему не поверил бы. Но теперь я знаю, что Кельман существует, и Грандель с ним встречался». Бретейль шагал по длинной полутемной гостиной. Люсьен искосо следил за ним, хотел прочесть гнев, изумление, горечь, но гостистое сухое лицо Бретейля оставалось спокойным. «Кто вам это рассказал?» «Не все ли равно?» «Я не могу назвать лица, но я ручаюсь». Бретейль повернул выключатель. От резкого света люстры Люсьен зажмурился. Бретейль стоял над ним, облокотившись рукой о высокую спинку стула. «Я вам советую забыть ваши слова. Вы стали игрушкой в чужих руках. Вы мне ручаетесь за человека, которого вы даже не хотите назвать, а я вам ручаю за Гранделя». Люсьен встал и, не прощаясь, вышел в переднюю. Он долго искал в темноте свою шляпу. Потом вдруг вернулся в гостиную, и Бретейль стоялся в той же позе. Люсьен сказал неожиданно спокойно, даже задумчиво. «Я с вами провозил все полтора года. И вот интересно, вы что же, слепой? Или вы тоже знакомы с этим кельманом?» Он ждал, что Бретейль ударит его или крикнет «Негодяй!» Но Бретейль не изменился в лице. «Вы слишком ничтожны, чтобы меня оскорбить. Мой вам совет — не занимайтесь политикой, это не для вас. По природе вы воришка или сутенер. Ступайте!» Кулаки Люсьена сжались, но он не бросился на Бретейля, он покорно ушел. Только на улице он подумал, «Почему я его не избил?» И тотчас забыл об обиде. Отвращение к себе заслоняло все. Он ходил по улицам, несмотря на холодный ветер, был конец мая, но зима не унималась. Люсьен еще раз пережил крушение всего, чем жил, и теперь он знал, что это непоправимо. Он работал на какого-то кельмана с бритым затылком. Мерзость! А муж живет с Гранделем. Люсьен не подумал, что муж много раз порывалось уйти от Гранделя. Тогда Люсьен уговаривал ее остаться с мужем, теперь она была для него соучастницей преступления. Кто знает, не жила ли она с кельманом? Одна шайка. Отец прав, на немцев работаешь, но к отцу он не вернет. Не вернется и к дурачкам из дома культуры. Назад дорога закрыта, а впереди ничего. Завтра Жалео узнает, что отец его выгнал. Тогда исчезнут и доходы. Зачем Жалео с кем-то делиться? Бретель думал его оскорбить? Это правда. Завтра он начнет воровать, сделается котом. Это все-таки лучше их политики. Он вдруг остановился в изумлении. Навстречу ползли карнавальные колесницы. Полураздетые девушки, ежись на холодном ветру, пытались улыбаться редким зевакам. Все было залито белым едким светом, от которого становилось еще холодней. И Люсьен вспомнил льды, смерть Анри, белая колесница, огромные гипсовые лебеди, девушки в крахмальных чипцах с густоприпудренными лицами. Почему сегодня карнавал? С трудом Люсьен припомнил. Да, в газетах писали. Это поль Тесса забавляет добрый французский народ. Довольно поднятых кулаков, красных флагов, бездушной политики доздравствует веселье и торговля. Тесса решил показать всему миру, что Париж не боится ни революции, ни войны. Карнавальным шествием открывается весенний сезон, премьеры в театрах, розыгрыши крупных в призовной ипподроме, балы, выставки, мод. Спешите, американцы и англичане, тащите валюту, вас ждут все кафешантаны, все портные, все парфюмеры, все проститутки, вас ждет спаситель Франции Поль Тесса. Еще одна колесница. Сучная женщина с тресцветным шарфом на плечах держит электрический факел. Это Франция. Ей холодно, у нее грустные глаза и лиловые губы. Люсьен остановился, поглядел на нее и вдруг как мальчишка показал ей язык. Еще недавно слово «война» было связано с воспоминаниями. Люди 50 лет, мирные виноделы или щитоводы, в длинные зимние вечера любили возвращаться к буре молодости. Свои рассказы они начинали, тогда была война. Некоторые не щадили слушателей, преувеличивали пережитые опасности, старались с звукоподражаниями и жестикуляцией передать грохот снарядов, бои, стоны умирающих. Другим годы войны казались увлекательными похождениями, за которыми последовала серая, неказистая жизнь. Забывая о грязи окопов, о вшах и страхе, с восторгом они описывали героические разведки, солдатские пирушки, любовные проказы. Детям давно надоели и бедствия, и удаль отцовской молодости. Война для них была чем-то выше, чем из употребления, как фиакры и керосиновые лампы. И вот знакомое слово обернулось, оно стало предчувствием, томлением, оно заслонило завтрашний день. Говорили, «Если не будет войны, мы осенью поженимся», или «В июне сдам экзамены, если только не будет войны». В ту весну много писали о никому до толи неведомых судетах. И, глядя на карту Чехословакии, люди боязливо ежились. Они вспоминали 14-й год, сербов, горячий день, когда беленькие листочки и смутный бой барабанов, оповестили о всеобщей мобилизации. Майская тревога оказалась ложной, но все боялись заглянуть в белесый туман знойного лета. Опять эти судеты. Что же тут было ответить приятелю, который спрашивал о каникулах? Тупо повторяли, «Если не будет войны». А каникулы приближались, и, отгоняя страх, парижане занялись выбором рыбацкого поселка или горной деревушке, не сидеть же в раскаленном городе из-за проклятых судетов. Теса твердо верил в счастливую звезду, свою и Франции. Он заявил, «Наша страна — оазис мира». Тотчас газеты и радио начали рекламировать спокойствие Франции, как патентованные пилюли или высокой марки аперитив. Куда ехать американцам? Висбаден? Помилуйте, там штурмовики, военные маневры, концлагеря «Эрзацы». Не в Карлсбад, ведь там-то живут и эти самые судеты. В Италии госпитали с ранеными, прибывающими из Испании, суматоха, чернорубашечники, готовятся к новым походам. А Виши, Трувиль, Биорис ждут гостей. Это воистину оазисы мира. И Жанет каждый вечер повторяла в микрофон «Оазисы мира». «Заказывайте заранее комнаты, изумрудные побережья, не забудьте о красотах Макона, воспетых Ламартином. О, благо вест и мятый аромат, отменное белое вино и траурная пулярка, начиненная труфелями». Отпуск Жанет начался 15 августа. Она поехала на Леонский вокзал по пустым улицам. Как и в другие годы, Париж казался вымершим. Несколько провинциалов, автокар с англичанами, опустевший город был живым, уютным, толстяки на террасах кафе без церемонра расстегивали воротнички, консьержки, шлепанцев сидели с вязанием возле подъездов. Во всем была приятная истома. Люди благодушно улыбались, и шофер такси пожелал Жанет. Веселых каникул. В вагоне снова говорили о судетах, о Гитлере, о войне. Жанет не слушала. Разговоры казались ей абстрактными, не связанными с жизнью. Но вот и Флери. Почему она выбрала эту деревню, знойную и белую, среди синих виноградников, известной только виноторговцам? Может быть, она запомнила красивое имя с детства. Флери. Жанет давно не выезжала из Парижа. Она потеряла голову от воздуха, зелени, тишины. Дыша, она чувствовала, что дышит. Она смаковала свежесть глубокого утра, бегала по полянам, сбиралась на холмы. Все здесь было спокойным, невозмутимым. Вот такие же домики и виноградники Жанет видела много лет тому назад девчонкой. И, смеясь, она повторяла оазис мира, хоть раз она не солгала. Виноделы опрыскивали лозы. Все было голубым, блузы, руки. Люди любовно осматривали каждую лозу, по-хозяйски, удовлетворенно поглядывали на безоблачное небо, говоря Жанет, вино в этом году будет хорошее. Они помнили прожитую жизнь год за годом по тому, какое было лето. Много ли солнца, удалось ли вино. Счастливые годы красовались на этикетках старых бутылок и жили в памяти, связанной с молчаливым торжественным зноем августа. А грозди уже темнели. Внизу, в долинах, стояли деревья. Каждая жила своей жизнью, вязы, дубы, ясени были старше людей. И люди уважали деревья, заискивали перед их тенью, приходили к ним в часы изнеможения или любви. Под деревом закусывали, спали, целовались. Было среди деревьев у Жанет любимое. На берегу узкой мутной речки стоял высокий ясень. На белом небе чернили как бы вырезанные листья. Ясень стоял прямо, не уступал ветрам. И Жанет часто думала, что он у въезда в деревню сторожит мир. Разговоры о войне дошли и до флери. В полутемном кафе, где всегда бывало прохладное, где крестьяне медленно отхлебывали из тяжелых стаканов густое вино, вдруг раздавался голос диктора, этого недружелюбного чужого горожанина. Он говорил о судетах, о каком-то Генлейне виноделы хмурили. Война подбиралась к их домам. Но вот приходил за булдыга Южень, неизвестно почему прозванный австрийцем, хотя родился он в соседней деревушке усатой и красномордой, который восторженно объявлял, а я сегодня съел сорок раков. Позабыв про Генлейна все обступали австрийца, хотели выведать, в какой речушке нашел он раков, но мошенник молча ухмылялся. Бывали и другие происшествия. Из Лиона приезжали за вином для рабочего праздника. Старик Боже продал туристам штопор, сделанный из лозы. У хозяина кафе сбежала коза. Все это было жизнью, а газеты и радио глухо говорили о смерти, и живые старались не вникать в их темные речи. Жанет вошла в пейзаж, лилась с окрестным миром. Крестьяне угощали ее вином, шутили с ней, друг другу говорили, забавная девушка, означало это славное, приятное. Она сразу забыла Париж, где оставила только одиночество, доскучную, изнурительную работу. Автомобили на шоссе с нарядными парижанками напоминали ей о враждебном мире. Она в страхе думала, скоро конец. И вот в один из самых спокойных, самых бездумных дней, когда неистовое солнце августа загоняло людей в прохладное кафе, с ней заговорил Парижанин. Одет он был по-дачному, без воротничка, полотняной туфли, веселый, с прогоревшей трубкой, с лицом обрюхшим и насмешливым, с живыми внимательными глазами, он походил на виноторговца из Макона или Дижона. Вино он пил со смаком, прищелкивая языком и разрывая щеки. В тот день все засыпали от жары, а хозяйка кафе даже похрапывала. Но человек с трубкой был весел. Он рассмешил Жанет, предразнив хозяйку и австрийца. Потом рассказал марсельский анекдот. Алиф взволнован. Иду вчера по Канебьер и вижу Мариуса. Причу «Здравствуй, Мариус!» А он не оборачивается. И представь себе, оказалось, что это не он и не я. Жанет смеялась. Как глупо! Не он и не я. Смелась она так заразительно, что хозяйка, проснувшись, улыбнулась, а потом снова уснула. Незнакомец понравился Жанет, хотя был он не молод и не просил. Привлекала его простота, ласковая насмешка, какая-то живучесть. Жанет жила в мире актеров, там были лживыми все жесты, все интонации. Этот человек, про себя она называла его виноторговцем, пришелся ей поферски. Они весело болтались, а когда жара спала, вышли вместе, и Жанет повела его к своему любимому дереву. Он сел на траву, снял шляпу, вытер большим фляром лоб, сказал удивительно хорошо, и сразу стал грустным. Помрачнела и Жанет. Он сказал, и вы приуныли. Такой у меня талант, все замораживаю. В сказках есть люди, берут песок, а в руке золото, а у меня наоборот, вместо золота песок. Я это понимаю. Жанет в тоске вспомнила другое дерево, пыльное и сонное на Парижской площади, рядом с каруселью. Она могла быть счастлива, почему она сама отказалась от счастья, как он вместо золота песок, и чужой человек стал ей вдвойне мил. Она удивленно сказала, вот мы и подружились, а я даже не знаю, кто вы. Я актриса, только не думайте, что вы знаете мое имя, я маленькая актриса, работаю в радио, Жанна Ламбер, Жанет, а вас как зовут? Десер, во Франции, наверное, сто тысяч десеров, дюпонов больше. Я слыхала про какого-то десера, миллионер, говорят, чудак, но как все они мерзавец. Десер улыбнулся, конечно. Давайте закончим представление. Скажем, как мудрый олив, не вы и не я, хорошо? Вам это легко, поскольку вы актриса. Вы играете инженю, обманутых любовниц, деревенских служанок, Маргариту Готье. Я рекламирую верму тензану и кровати на сиональ. И еще благоденствие Франции. Видите, какое ничтожество. Раз я должна была играть, но меня заменили. Вопрос имени, то есть денег. У меня есть приятель, режиссер Маришаль. Вы, наверное, слыхали. Он очень способный. Он придумывает постановки и не ставит. Нет денег. У него революционный театр, а теперь это не в моде. Он чудесно придумал постановку Нумансы. Я должна была играть главную роль. Все это мечты. Буду восхвалять искусственный жемчуг или новое слабительное. Все равно. Обидно, что скоро возвращаться в Париж. Она подумала, что не знает даже, чем занимается ее собеседник. Откуда он, правда, из соседнего Макона или из Парижа? Она робко спросила. Вы приехали сюда на каникулы? Да, я снял домик недалеко отсюда, по дороге в Жирьяна. Останусь до октября. Вы здесь с семьей? Он рассмеял. «Я всегда один, не знаю, что тому причина, я ли бегу от людей или люди от меня. Вот от вас не убежал. И я не убежала. Я тоже одна. То есть у меня были в жизни, я хотел сказать, близкие, это неправда, далекие. Жила с ними, вот и все. Это внешняя сторона, роль, которую поручили, иногда даже меньше, комната в гостинице. Не все ли равно какая? Вечер принес прохладу, ясень вздрогнул под ветерком, закричали лягушки, вдалеке прозвенели бубенцы стада. Жанет притихла, десер вдруг осунулся, постарел, они молча вернулись к деревне. Прощаясь, десер попросил разрешения прийти завтра, он с горечью добавил, ходатайствую, как школьник о романтическом свидании под тенистой липой. Это не липа, а ясень. Не говорите так. Не нужно быть грустным. До завтра. На следующий день выяснилось, что у нее глаза совы, волосы и доброта пуделя, язык парижского мальчишки. выяснилось, что он презирает все и готов до упаду танцевать с девушками и с флери, что у него обтекаемая машина и потертый пиджак, что он любит стихи Ла Форга, но почему-то занимается статистикой. А еще через несколько дней выяснилось, что они ждут с нетерпением часа свидания, что оба наивны и самолюбивы, что никто из них не признается другому в своих чувствах. Жанет думала, для него это банальное дачное похожение. Десер говорил себе, я стар, уродлив, а ко всему не поэт, купет. Начало с нентября было знойным, крестьяне не могли нарадоваться, грозди тяжелели. Скоро сбор винограда, но Жанет его не увидит, через неделю конец ее счастью. Это было предпоследнее свидание. Десер неловко ее обнял, в делах любви он и вправду был школьником. Жанет почувствовала искренность, смятение Десера, она высвободилась и печально попросила, не нужно. Он тотчас покорился. Они шли по лесной тропинке, молчали. Потом Жанет сказала, здесь было много земляники, видите листья. Вы не сердите, если бы у меня к вам ничего не было. Я ведь не девушка. Я сходилась просто, не зная от чего, от одиночества или не умела отказать, но с вами другое. Он ничего не ответил. После этого разговора Жанет всю ночь корила себя, она снова отказывается от счастья, правда, она сама не знала блажь это или настоящее чувство. Иногда ей казалось, что она пристрастилась к беседам с этим человеком только потому, что он говорит, как эхо, отвечает ее мыслям. Они оба устали, опустошены, одичали без ласки, оба бедняки, что им дать друг другу. Иногда десер сливался с виноградниками, с отдыхом, с простыми шутками в деревенском кафе, но она рассердилась на себя за сцену в лесу, разыграла недотрогу, потом на него, почему он ее послушал, наконец решила, завтра я его поцелую и с этим заснула. На следующий день десер пришел одетый по городскому, лицо у него было озабоченное. Через час я уезжаю в Париж. Жанет вскрикнула «нет!» он тихо ответил «спасибо». Потом показал синий листок телеграмма. Меня вызывает неожиданное обострение. И вдруг Жанет услышала знакомые имена, как будто заговорил диктор Гитлер Генлейн Чемберлен. Неужели война? Не думаю, но нужно спасать мир, во что бы то ни стало. Вы видали, как счастливы здесь люди. Нужно это отстоять. Она глухо ответила «да». А минуту спустя удивилась. «Почему вы?» «Нет, я ничего не понимаю. Я ведь до сих пор не знаю, кто вы. Сначала думал, что вы торгуете вином, а теперь вы говорите, как будто вы депутат или министр. Он на минуту развеселился. Нет, нет, не министр, избави бог, я торгую, только не вином. Одним словом, тот самый ДСР, который мерзавец. Вспомните, вы в первый день сказали, и теперь вы, наверное, пошлете меня к черту». Жанет изумленно посмотрела на него, как будто она раньше не видела этого человека. «Миллионер!» Она помнила богачей Леона, чопорных и надменных. А ДСР пил с крестьянами, ходил в люстриновом пиджачке, проводил дни с плохонькой актрисой. Необычайность всего этого еще усилила ее влечение к ДСРу. «Как обидно, что он уезжает!» Они попрощались у того же дерева. Жанет хотела его поцеловать, но отвернулась. «Я вчера ночью решила, что я вас поцелую, но теперь нельзя. Вы подумаете, что польстилась на миллионы». У него на глазах показались слезы, и, рассердившись на свое смятение, он пробормотал. «Это как всегда». она быстро его поцеловала и, взбежав на холме, крикнула «Мой телефон! Суфрен 0826!» И, поднявшись еще выше, «До свидания! В Париже увидимся! Хорошо?» Он уже успел прийти в себя, стать обычным, чуть насмешливым. «Конечно! Если только не будет войны!» Тесса так долго рассказывал всем о безопасности Франции, что сам в нее уверовал. Когда при нем говорили, если не будет войны, он с уверенностью отвечал «не будет!» Собеседники улыбались, обнадеженные. «Тесса что-то знает!» А Тесса ничего не знал. Он мог бы, как другие сесть и гадать, будет, не будет. Но он был успокоен. Спокойствие это было необъяснимым и непоколебимым. Оно рождалось от зрелища людей, мирно распевающих аперитивы, от щебета полет, от привычных парламентских сплетен. Все в мире представлялось ему понятным и закономерным. Могла ли это хорошо налаженная жизнь, поколебаться от каких-то судетов? Но вот наступил сентябрь. Телеграммы из Берлина говорили о близкой развязке. Нельзя было отделаться оптимистическими фразами. «Тесса» собирался отдохнуть в поместье друзей на берегу Луары, когда подошла гроза. Немногие понимали серьезность положения. Газетам не верили. Помнили май, тогда журналисты тоже каркали, говорили, обойдется. Каникулы продолжались. Загорали на пляжах, подымались на ледники, удили рыбу. В теплой тишине дачных уголков газетные сообщения казались отвлеченными. Трудно было представить, что донесения послов могут помешать купанию или прогулке. Теса пугала ответственность. Стоило ли интриговать, подкапываться, льстить, чтобы заполучить власть в такое проклятое время? Частенько он вздыхал о прошлом. Куда легче было защищать честного убийцу, который, не говоря высоких фраз, прирезал богатую свояченец. Но ни за что Теса не расстался бы с министерским портфелем. В ощущении власти было нечто веселящее. Он помолодел лет на десять. Даже полет это заметил. Он все время был в движении, приподнят, возбужен. Он говорил себе, какие минуты. Министров было много, их забыли, а про меня будут читать правнуки, только бы спасти Францию и мир. Положение с каждым днем обострялось. Нужно было что-то сделать, отдернуть немцев. Но англичане отмолчивались, а Франция была разъединена. Теса отводил в сторону Фланден, объяснял, доказывал, уныло повторял мир на волоске. И Теса казалось, что вся беда в чехах. Потом прибегал бородатый фуже, кричал о свободе, цитировал Клемансо, выплевывал «Франция, Франция!» и Теса испуганно отвечал «Чего ты петушишься?» «Мы не выдадим чехов, ручаюсь». И освободившись от неистового бородача, Теса вздыхал «Кажется, придется воевать». Только что ему принесли пространные телеграммы из Праги. Судеты выступят в ближайшие дни, германские войска перейдут к границу, чтобы защитить братьев. Бенеш настаивает на совместном выступлении держав, гарантировавших неприкосновенность Чехословакии. Теса задумался «Можно ли спасти Чехов, когда Франция накануне распада?» Правые грозят бунтом. Да воде пьет абсент и приговаривает «Я не пошлю французских крестьян на убой!» Лебрен плачет, а друзья Денис выносят воинственные резолюции и разжигают забастовки. Да, это тяжелее, чем защищать самого страшного убийцу. Когда в кабинет вошел Бретель, Теса грустно высморкался. Предстоит еще один неприятный разговор. Мало ему судетов, надо считаться с оппозицией и ублажать Бретеля. Теса вдруг вспомнил Люсьена, выкраденный документ и всхорохорился. Его птичий нос заходил как клюв хищной птицы. Видимо, придется воевать. Бретель спокойно ответил. Ни в коем случае. Ты знаешь, что мы не должны и не будем воевать. Успокой страну. Эта паника отражается на всей экономической жизни. Сегодня на бирже. А ты слышал, что на этой неделе ожидает путча судетов? Все как по нотам. Немцы перейдут к границу, отвертеться мы не сможем. Если вы объявите мобилизацию, начнется гражданская война. Разгром Франции обеспечен. Конечно, Германия наш естественный враг, но бой нужно дать на выигрышных позициях. А Франция разделилась. Одни считают, что судетам следует отдать Богу Божьей Гитлеру Гитлеровское. Так рассуждают и депутаты моей группы. Кто против уступок? Коммунисты? Народный фронт, поклонник Москвы фуже. На чехов им наплевать, они хотят укрепить свои позиции. Из ста французов десять за компромисс, пять за Бенеша, остальным попросту надоела вся эта история. Неужели ты пойдешь за коммунистами? При чем тут коммунисты? Речь идет о чехах. Да, на чехе союзники Москвы. А мы? Пакт Фрагой подписал Никашен Алаваль? Нельзя в вопросах иностранной политики руководствоваться партийными интересами. Мы не на Олимпе, ты сам говорил, что французы не хотят умирать за барселонских анархистов. Нет, погоди, говорил ты это или не говорил? Ну вот, а теперь французы не хотят умирать за искусственное государство, которым к тому же управляет ставленники Кремля. Пойми, Поль, Чехословакия, авиаматка Москвы, понятно, что Гитлер лезет на стену. Ты саглядел на сухое костистое лицо Бреттейля и в голове все время вертелось, знает ли он, что документов уже выкрали. Наконец он не выдержал. Как ты относишься к Гранделю? Бреттейль пожал плечами. Я с тобой говорю о серьезных вещах, а ты спрашиваешь про какого-то мальчишку. Это не дело, Поль. Когда Бреттейль ушел, Теса стал прикидывать, правые сорвались с цепи 240 голосов против. В одном Бреттейль прав, страна разбрелась. Вытащить дело Гранделя? Но Теса только срамится, какие у него доказательства? Припугнуть Берлин? Но что, если Гитлер не испугается? Опасная игра. Генерал Гомелен три часа подряд говорил о чешской линии Мжино, а когда Даладье подставил вопрос ребром, Гомелен предпочел ретироваться. Армия выполнит приказание правительства. Повиноваться легко, но ты изволь приказывать. Перед ужином Теса вызвал своего старого приятеля, генерала Пикара, которому он доверял. Пикар молодо выглядел, был спокоен, он как бы олицетворял непоколебимую армию Франции, он не набросился на Теса с тирадами, как Фужейли Бретель, не стал виливать, хладнокровно он изложил свои соображения. Я оставляю в стороне политическую сторону проблемы, я человек военный. Конечно, потеря Чехословатского плацдарма будет для нас тяжелым ударом, но нужно глядеть правде в глаза. Не думай, чтобы нам удалось провести мобилизацию, вы знаете настроение страны, народ не понимает, почему он должен сражаться за судетов, идея превентивной войны непопулярна. Что касается Германии, но ведь Чехи задержат их. Хорошо, если на неделю. Это клещи, главный удар будет нанесен со стороны Австрии, выступят венгры, да и поляки, немцы смогут сразу заняться нами. Конечно, у нас линия Можино, но... Но... У нас мало самолетов, летчики слабо обучены, зенитная артиллерия далеко не на высоте, а испанский опыт показал, тысо перебил, значит, невозможно. Пикар вежливо улыбнулся, для военного этого слова не существует, но необходимо все взвесить, потеря Чехословакии лучше военного разгрома. Теса был подавлен, Пикар нарисовал картину разрушения Парижа. Если это знает Пикар, это знают и немцы, нельзя даже блефовать. Что же делать? Подчиниться? Но роль Франции, престиж... Теса почувствовал острую обиду, его разжаловали, превратили в министра Бельгии или Португалии, в нем проснулся патриотизм. Сидя один в полутемном кабинете, он думал о днях Вардена, о товарищах, погибших на войне, о бесцельной победе восемнадцатого года. Да, статуя в Луврии полна значения, у победы крылья, но у нее нет головы. Ужинать он должен был с Десером, и хотя Десер всегда умел изысканной снедью порадовать своего приятеля, вечер предстоял невеселый. Теса даже не заглянул в меню. Ресторан был марсельский, об этом говорили запахи чеснока и лоз, на которых жарили рыбу. В другое время Теса произнес бы вдохновенную речь о дивных дарах плодоносного юга, но теперь он переживал горечь падения. Десер усмехнулся. Мы не спрашиваем, имеются ли здесь раки в белом вине. Ай-яй-яй, мы стали государственным человеком. Впрочем, и Десер был мрачен. Он обладал удивительной способностью, за день молодел или старел лет на двадцать. Вряд ли Жанет узнала бы в этом обрюхшем печальном человеке влюбленного романтика, приходившего под тень ясеня. Десер сдал за последние годы. Он и раньше мало во что верил, но была в нем страсть. С азартом он строил и опрокидывал могущественные тресты, затевал биржевые бури, менял как перчатки министров. Он клал все свои силы на сохранение окостеневшего общества, его уюта, духоты, скромных радостей, события последних лет, забастовки, террор фашистов, испанская драма, захват Гитлером Австрии, предвидение других еще больших испытаний лишали его жизни смысла. Климат в мире изменился, нельзя было надеяться на чудодейственное спасение старомодной провинциальной Франции с ее удильщиками, сельскими танцульками и радикал-социалистами. Десер продолжал работать, это было инерцией, как упрямый игрок, он ставил все на тот же номер, и шарик рулетки над ним издевался, положение обязывало, Десера спрашивали, приходилось отвечать, а любое его слово расценивалось как приказание. Так было и с Теса, ведь не ради раков в вине пришел он сюда. Напрасно Десер старался его развлечь гастрономическими сюрпризами. Теса думал о своем, о развалинах Парижа, о голосах правых. Уныло он допрашивал Десер, что же будет? Придется отступать. Ты говорил с Бретейлем? Да, они рвут и мечут. Бенеш для них большевик. Десер рассмеялся, конечно, первым большевиком был Асанья, интересно, кто окажется третьим, Чемберлин или ты? Все это очень забавно. Но вывод ясен, придется отступать. Понимаешь, они перепутали все карты. Теперь не может быть обыкновенной честной войны, всякая война превратится в гражданскую. Когда-то опасность была только в подпольных кружках, в недовольстве населения, в солдатских бунтах. Идиллия. Теперь существует огромное государство с дипломатами, того хуже с самолетами. Естественно, что все косятся на восток. Если русские будут с нами, друзья Бретеля станут пораженцами. Если русские пойдут против нас, пораженцами станут рабочие. А если русские останутся в стороне, предпочтут выждать, тогда все будут пораженцами. Наши буржуа боятся и поражения, и победы. Пуще всего они боятся, как бы Москва не окрепла. Вот и воюй в таком положении. Я понимаю, что рабочие поют Марсельезу, но ты не слушай. Песни песнями, а нужно отступать. Песа молча сидел над тарелкой, наполненной раками. Он был еще бледнее обычного, жаловался на жару, вытирал салфеткой лицо. устал, а нужно на что-то решиться. Ты ведь знаешь, доводья, стучит кулаком, кричит «я, я, я, Наполеон», а на самом деле тряпка, хочет блефовать. Но что, если немцы в ответ пошлют пятьсот тысяч бомбардировщиков? Пекар говорит, что наша авиация никуда не годится. «Я чувствую, что на мне лежит страшная ответственность. Прага ждет ответа. Мы ведь им обещали». Я недавно обедал с Чемберленом. «Хитрый купец, злой, но меда вот столько». Он мне показал часы своего дедушки, луковица на крышке выгравирована. «Никогда не обещай того, чего не можешь выполнить. Для купца это замечательный девиз». «Но ты не огорчайся. Не ты обещала твои предшественники. Да если и ты, не важно. Политика не коммерция, в политике нельзя быть честным». «Но мы должны на что-нибудь решиться. За нас решат другие». Мне час тому назад звонили из Лондона. Достоуважаемый Чемберлен решил договориться с Гитлером. Я тебе говорю, это хитрый старикашка. Значит, тебе нечего волноваться. Мы пока что британский доминион. Может быть, превратимся в провинцию Райха. Бретель станет гауляйтером. Отвратительно. Но ничего не поделаешь. Французы разжирели. Повторяю, придется отступать». Десер еще больше помрачнел, а Теса теперь улыбался. Известие о намерениях Чемберлена его обрадовало. Правительство снимали ответственность. Если англичане уступят, даже фуже подожмет хвост. Тогда за кабинет будут голосовать и правые, и левые. Можно будет произнести прекрасную речь. Трагические минуты необходимо национальное единение. И если раки прошли незамеченными, то Теса оценил и кефали рагу из бычьих хвостов. Он ел жадно, причмокивая, отрыгивая. Потом в изнеможении со слабой улыбкой отвалился и удивленно спросил «Почему ты ничего не ешь?» «Нет аппетита». Только теперь Теса заметил, что десер плохо выглядит. Он покровительственно хлопнул по плечу всемогущего финансиста. «Года через два-три мы отыграемся. Главное оттянуть. Ты напрасно ничего не ешь. Надо поддерживать священный светильник. Я вот сегодня очень хорошо поужину. Я даже не подозревал, что так проголодался. Возьму еще сыру». Он ел, ел десер улыбнулся. «Когда умерла моя тетка, дядюшка съел в один присест две утки и сказал это с горя». «Теса вернулся домой веселый». Амали спросила, «Ты выпил?» «Нет, но я хорошо поужинал, очень хорошо. Потом важные политические новости. Ты не поймешь, это все чертовски сложно. Вывод ясен. Придется отступать». Истаскивая с себя брюки, он игриво бормотал, «Отступать, подь, подь». Жалео жаловался, «Сколько меня морили на курортах, не худел, а теперь я, наверное, пять кило потерял». Редакция напоминала штаб. Жалео держал себя как главнокомандующий, принимал таинственные пакеты, отдавал еще более таинственные приказы, повесил в кабинете огромную карту Чехословакии. На самом деле он ничего не понимал и похудел от томления, боялся напутать, рассердить десера, который продолжал поддерживать Лавуану Вэль. А от десера ничего нельзя было добиться. Он отвечал, «Поддерживайте правительство». Но кого? Министры не могли сговориться. Даладье травил Манделя, Тесса подкапывался под Рейно, и все требовали от Жалео услуг. Благодаря десеру Лавуану Вэль стал одной из самых влиятельных газет. Жалео изменял своему покровителю налево и направо. Брал из секретных сумм Министерства иностранных дел, не брезгал и подачками различных партий. Иногда он упрекал себя за ветренность. Вдруг десер узнает. Но быстро утешался, говоря себе, что у него уйма расходов, что жена требует Монто из Чернобурок, что сотрудники прожорливы, наконец, что деньги он берет у честных французов, друзей десера и, следовательно, никого не обманывает. Однако теперь бедняга растерялся. Сообщения напоминали шотландский душ с чередованием ледяной воды и кипятка. Трудно было разгадать намерения правительства. Готовятся они к войне или пойдут на капитуляцию? Жалео говорил жене, это не политика, бордель. Господи, только бы не наделать глупостей. Но перед сотрудниками он прикидывался всезнающим, полным дипломатических тайн и на вопросы многозначительно отвечал «Мы ведем сложную игру, очень, очень сложную». Страна была сбита с толку. Одни газеты писали, что Гитлер собирается напасть на Страсбург, другие уверяли, что чехи притесняют судетов и что Франция тут ни при чем. Проглатывая десяток статей, люди в ужасе спрашивали друг друга, что же это значит и главное, чем это кончится. Тем временем продолжалась обычная жизнь. Виноделы готовились к сбору винограда, театры к премьерам, школьники к началу учебного года. Женщины, запасаясь сахаром и рисом, приговаривали, хоть бы не было войны. И повсюду находились люди, которые отвечали «Ее и не будет! Какое нам дело до чехов? Войны хотят только марксисты и евреи, но с ними мы скоро рассчитаемся». Буржуа прославляли Чемберлена, крещенного ангелом мира. Поэты слагали в его честь стихи, газеты собирали деньги на ценные подношения ему, улицы французских городов называли улицами Чемберлена. На роскошных курортах, в казино, в поместьях, в преждевременно проснувшихся после летней спячки богатых кварталах Парижа, проклинали чехов. Говорили, что вся беда от них, что они хуже болгар, не то большевики, не то башибузуки. А в рабочих пригородах ругали Даладье, вспоминали Испанию и невмешательство, кричали «Довольно капитуляций!» Вечером пришло тревожное известие. Вторичное поездка Чемберлена закончилось неудачей. Желео развел руками. Он только собирался посвятить две полосы бескровной победе ангела мира, не побоявшегося в преклонном возрасте совершить еще один полет. И вот снова осложнение. Желео метался по кабинету, не зная, что предпринять, когда неожиданно позвонил ДСР. «Приезжайте!» В квартале инвалид улицы были затемнены. Желео циверно вздрагивал. Синие лампочки казались ему могильными лампадами. Вид ДСР его не успокоил. Серое отекшее лицо, погаши взгляд, фиолетовые мешки под глазами. Даже стол ДСР, обычно заваленный бумагами, наводил тоску. Голый стол. А на нем стакан воды и таблетки от головной боли. ДСР сразу сказал, положение серьезное. Конечно, войны никто не хочет, но все блефуют. Могут начать не люди, а винтовки. Хотя я, как всегда, оптимист. Послушайте, мой друг, вашу газету читают передовые люди, а не кретины. Марсель Деа они не верят. Это человек с подмоченной репутацией. Над стежками Мориса Ростана смеются. Нельзя так. Посмотрите, какие у них имена. Кириллис, Дюкан, Буссортов уже, Кашен. А кого вы им противопоставляете? Про щелык или слезливых дамочек? Жюле от волнения хрипел. Он судорожно рылся в своих карманах, набитых письмами, щитами, амулетами, искал рукопись. Нет, он не зря получает деньги. С гордостью он протянул Де Серу листок тонкой хрустящей бумаги. Вот! Это была статья знаменитого писателя. Де Сер прочитал «Лучше рабство, чем смерть» и отложил листок. Почему его лицо скосило брезгливо и усмешка? Не раз он высказывал ту же мысль, защищал уступки, предлагал перейти на положение второразрядной державы, высмеивал непримиримых. Он боялся смерти, никогда не ходил на похороны, часто думал только бы не умереть. И вот это было написано на тоненьком листке «Лучше рабство». Слово было неприятным, жестким, оно не вязалось с детскими воспоминаниями десера, с задорными подростками, с ворчливыми стариками, с куплетистами, с морским ветром, с любимыми авторами. Десер молча отдал рукопись и, прежде чем возобновить разговор, принял еще одну таблетку. «Хорошо будет, если вы напечатаете статью Виара или интервью. Конечно, за годы у власти он потускнел, но для значительной части рабочих он остается честным человеком. Если он выскажется за компромисс, никто его не заподозрит в шкурничестве», скажет интернационалист, пацифист. «Что касается этой статейки, мысли правильные, но я все же заменил бы слово «рабство». Десер почему-то вспомнил Жанет тропинку в лесу, печальный голос, когда она попросила «не нужно». Я поставил бы другое слово «скромность» или «несчастье». На следующий день Виар принял жалео. Толстяк сразу объяснил, зачем пришел. Виар ответил глухим утомленным голосом. «Я знаю. Десер меня предупредил. Мы об этом еще поговорим. Вы меня простите, но я не знал, что Гитлер будет выступать по радио. Сейчас мы его послушаем. От этой речи многое зависит. Вы знаете немецкий? Конечно. На интернациональных конгрессах я слышал всех старых социал-демократов Бебеля, Липкнехта, Каутского. Помню, как Бебель выступал в Базеле незадолго до войны. Хорошие были времена, не то, что теперь. Да, мой друг, положение очень тяжелое. Мы социалисты говорили, что надо беречь Веймарскую республику. С Штреземаном было легче договориться. Нас не послушали. Вот и результаты. А воевать мы не можем. Да и не должны. Демократии не созданы для войны. Это аксиома. От войны они либо гибнут, либо вырождаются. Клемансо чуть было не сожрал парламент. А Виталии? А судьба Керенского? Если нас побьют неизбежная революция, и не та, о которой мы мечтали, но диктатура, это понимают все. А что нас ждет в случае победы? Власть захватит какой-нибудь генерал. Конечно, у нас имеются честные военные, хотя бы старик ПТН, но найдутся и авантюристы. Я недавно был на заседании военной комиссии, туда пролез полковник Деголь, самоуверенный субъект и чисто любивый. Он заявил, что мы зря теряем время, необходимо изменить бюджет, заняться моторизацией армии и так далее в том же духе. Такой солдафон может в два счета объявить диктатуру. Я вообще считаю, что военных надо держать в стороне. Глупо с ними советовать. Вот и доводье, он не закончил фразы и кинулся к приемнику. Раздался гул. Сейчас он будет говорить, подумать, что весь мир в эту минуту, затаив дыхание, ждет у приемников. Когда Жилео спрашивали, на каких языках он изъясняется, он с гордостью отвечал по-французски и по-марсельски. Он не знал ни одного немецкого слова. Все же он напряженно слушал громкую отрывистую речь. Гитлер вначале говорил спокойно, но потом в хриплом голосе послышались угрозы, приемник выплевывал непонятные и от этого еще более страшные слова. Гитлер лаял, как старый волк. Жилео стало не по себе. Он сжал рукой спинку стула. Он строго придерживался всех примет и верил, что дерево предохраняет от беды. Виар токивал головой, как бы одобряя речь невидимого оратора, то обиженно ежился. Дрожали подбородок, нос пенсне. Жилео жадно следил за лицом Виара, пытаясь понять суть темной для него речи. Иногда комнату заполняло рычание толпы «Зиг, эй!» Тогда Жилео хватался рукой за стул. Длилось это добрый час. Наконец раздался восторженный рев. Виар вытер платком лоб. Жилео робко спросил «Ну как?» Что же, ничего особенного. Я все это предвидел. В общем, я оптимист. Он еще раз подтвердил, что отказывается от Эльзаса. А для нас это самое существенное. Чехи. В этом он непримирим. Но поскольку он отказывается от притязаний на Западе, я считаю соглашение вполне осуществимым. В конечном счете позиция Праги зависит от нас. Компромисс намечается. Необходимо это объяснить. Сейчас я продиктую статью. Он позвонил. Пришла машинистка, кудрявая, сильно напудренная. Виар начал диктовать. Он ходил по комнате, иногда останавливался и не диктовал, но декламировал. Ему казалось, что он на трибуне. Его голос дрожал от стеклянные глаза горгоны памятны всем матерям. Мы знаем, что такое земля Вердена. С гордостью мы отмечаем, что Гитлер, как солдат мировой войны, не забыл всех ужасов страшной бойни. Протянутую им руку мы представители французской демократии, он вытянул руку и задумался. Машинистка спросила, после демократии точка? Нет, запятая. Сыновья миролюбивого народа, ученики Жореса. Потом он проверил текст, подписал. Когда Жолео уходил, он ему сказал, поставьте в конце, что права закреплены за агентством Атлантик, это для американцев, ничего не поделаешь, приходится думать и о хлебе насушном. Я ведь вернулся к профессии журналиста, мы теперь коллеги. Оставшись один, Виар вспомнил речь и вздохнул. Да, это не бебель. Хорошо, что министерский кризис разыгрался весной. Грязное дело, еще хуже, чем с испанцами. Придется откупаться чужим добром. Впрочем, чехам тоже лучше уступить, их сразу раздавят. Такое время куда приятнее быть журналистом, меньше ответственности. Радикалы обязательно хотели выкинуть социалистов из кабинета, пускай теперь расхлебывают. Он задремал, сидя в кресле. Разбудил его женский голос. Неожиданно приехала из Переге старшая дочь Луиза. Схлипывая, она обняла отца. Вчера вечером пришли за Гастоном, он в зенитной артиллерии. Папа, что же будет? Вера стал благодушным и важным. С таким лицом он когда-то приносил дочкам подарки. Сейчас скажу. Погоди, не плачь. Все обойдется. Мы не допустим войны. Понимаешь, не допустим. А Желево пришел домой невеселый. Конечно, ДСР знает, что делает, но все же синие лампочки речь Гитлера. И Желево нервничал. Жена за ним ухаживала, принесла домашний туфль и заварил любимую его настойку вербену. Желево сказал, получил статью от Виара, 300 строк пустили на первой полосе с портретом. ДСР будет доволен. Но если бы ты их видела, кошечка, говорят они об оптимизме, а поглядеть утопленники. ДСР, по-моему, болен такой у него вид. Вдруг рак. Вот исчез сюрприз. тогда газете конец. Жена налила вербеновую настойку и тихо спросила, война будет? Железа смеялся. какая там война? Прагу отдадут увидишь. Гитлер кричал, кричал. Я всю его речь слышал, буйный, помешанный. Авиар даже побледнел. Знаешь, чего я боюсь? Как бы они им Марсель не отдали, тогда и удрать будет некуда, и честное слово. Андре весь день бродил по взбудораженному Парижу, слушал лихорадочные разговоры, будет, не будет. Под вечер, измучившись, пришел он на свою улицу в Шерш-Меди. Но и здесь не было спокойствия. Сапожник кричал, если их не отвадить, они сюда придут, это голодные крысы. Супруга антиквара Боло, седая дама в пышном корсете сетовала, нет, вы скажите мне, при чем тут Франция? Вы когда-нибудь видали живого Чехословака? А в кафе курящая собака один посетитель стал доказывать, что немцам тесно, возьмите кафе в воскресный день, столики часто выставляют дальше, чем полагается, это в порядке вещей. Хозяин хмурить заметил, за это штрафует, водопроводчик завопил, Бошем тесно, а мне? Какой вы француз, вы фашисты подлюга? Началась драка. Андреа разглядывал вещи, их вид успокаивал. Чего только не было в витрине старика Боло. Негритянский идол величественно и бесстыдно показывал миру свою божественную сущность. Тускло посвечивали тарелки, дельфский фаянс, белый и синий, похожие на замерзшие каналы, руанский, теплый, розовый, кемперский, с петухами и бретонцами, китайские пуговицы и слоновой кости, табакерки с фригийским колпачком и непримиримой надписью равенства или смерть. Ожерелья из тяжелого янтаря, гранатовые браслеты, персидская бирюза, кружева валансианские, брюкские, венецианские, голубое стекло, цветные английские гравюры, жокеи в пастельовых куртках, бледные стыдливые лошади, кальян пышный и загадочный, как колба алхимика, ангелы, монеты, локоны, восковые розы. Сколько на все это положено труда! Рядом с антикваром помещалось молочное. Андре восхищенно смотрел на сыры, как будто перед ним полотна великих мастеров. Здесь были красные шары голландского сыра, слезящиеся скала швейцарского, сухой, похожий на воск, пармезан, копченый качковал, украшенный гирляндами, рокфор, мрамор с голубыми прожилками, истекающий вестоми золотой бри, том, покрытый рыжей корой, вкрапленными в нее сухими виноградинами, черный, как бы могильный мелен, козьи сыры на зеленых листьях, сухие лепешки или пирамиды, или длинный с веткой можжевельника, заменяющий хребет. Здесь были десятки других сыров, от младенчески белых, творожных, до едких, кирпичных, оливковых, темно-синих. Еще дальше магазин вина, бутылки корректные с узкой шейкой для бордо. Это спокойное семейное вино, его любят сенаторы, мудрецы, юбиляры. Пухлые бутылки, уютные, как тетушки, для бургундского, для вина зрелости. А для эльзасского, который почитает влюбленные, и бутылки романтические, тонкие, зеленые, на этикетках имена маленьких сел, знакомые всему миру, Шамбертен, Шабли, Барзак, Бон, Вовре, Нюи, Шатанеф, Дюпап. Бутылка с коньяком обросла пылью, она могла бы красоваться в лавке Боло, и Андре подумал, старше меня. А вот его любимая витрина. Здесь Андре частенько останавливался, разглядывая трубки, длинные и носогрейки, прямые, изогнутые, похожие на горный рожок, крохотные для снобов и увесистые для моряков, черные, бурые, светло-рыжие. Хозяин магазина как-то объяснил Андре, что трубки делают из корней мертвого вереска. Корни должны пролежать в земле по меньшей мере полвека, иначе курить невкусно. И Андре сейчас захотелось поговорить о мертвых корнях, но хозяин, заикаясь от волнения, спросил, как, по-вашему, будет война? Андре поплелся к себе в мастерскую. Забежал Пьер, торопился все выложить. Вечером на заводе собрание, рабочие встревожены. Конечно, Пьер постарел, но осталась в нем порывистость южанина, он был потрясен событиями, не мог ничего договорить до конца. Все время открывал и закрывал приемник, кричал, всему есть предел, теперь они не могут отступить, дальше пропасть, и все-таки трусят. Ты читал статью Виара, какой срам, на рабочий класс, Андре его прервал, мечтатель. А в общем, я ничего не понимаю, как всегда. Тебе что, войны хочется? Ведь и война дерьмо. На картинах Версальской галереи полководцы, знамена, облака, на самом деле грязь, вши. Не знаю, право, как жить. Тебе хорошо, у тебя, во-первых, он загнул большой корявый палец, а Ньес, во-вторых, сын, третьих, что называется, идеалы, а у меня пусто. Ох, как пусто. У тебя искусство? Искусство? Это, Пьер, разговоры. Погода неподходящая, я вчера получил от отца письмо, спрашивает, как насчет войны, ему для яблонь нужно знать. Ну, а мне для картин. И мне это некого спросить, если даже теперь обойдется, через год или два начнут сначала. А ты хочешь, чтобы я жил искусством? Отстояться все должно. Для этого нужно много времени, очень много. Я сегодня трубку присмотрел, чудесная, все жилки идут наверх. Ты знаешь, из чего она? Из корня мертвого вереска, понял? Он в земле сто лет пролежал, а здесь что? Забастовки, демонстрации, Гитлер вопит, какие-то судеты. И, пожалуйста, садись, пиши классические полотна. Я тебе говорю дерьмо. Теперь не Пьер, он кинулся к приемнику, и Пьер его остановил. Еще рано, сообщение будут передавать через 20 минут. Андре не мог признаться, что ему безразличны отклики Рима и Вашингтона на поездку Чемберлина, что он ждет другого. Эту страсть он пронес сквозь два тяжелых смутных года. По вечерам слушал Жанет. Он не видел ее, не знал о ее горестях. Для него она не менялась. Да, только она и не менялась в этом сумасшедшем мире. Я боюсь прозевать. Сначала они пускают рекламы, но это недолго. Радио молчало. Жанет не было. Это показалось Андре самой страшной приметой. Он сказал Пьеру не сговорились. А я боюсь, что Даладье пойдет на попятную. Они о разном думали, разного опасались. Вместо обычной передачи, вместо глубокого голоса Жанет раздавались удары метронома, сухие, безжалостные, от них болела голова. И вдруг равнодушный голос. Военно обязанные с литерами А и Б. Андре обрадовался, что-то свалилось с плеч, теперь за него будут думать другие. Вот так штука значит воевать. Он не слушал рассуждений Пьера, его доводов, споров с самим собой, признаний. Все та же столь хорошо знакомая улица, напротив, на балкончике горшок с цветами, бледный немощный месяц на светлом небе. Андре понял, что для него это время было только мучительной паузой, от июньских дней с красными флагами, от ночи, когда окружилась карусель, до стука метронома, до топота под окном, до мобилизации. Не знать, не помнить, не думать. На минуту сжало сердце, что с Жанет? Ну и эта тоска уже была бессильна, все падало, кружилось, пропадало. Он вышел вместе с Пьером. Возле ворот плакала женщина. Прошли запасные с чемоданчиками, пели Марсельезу, потом интернационал. Пьер все продолжал рассуждать. Синие огоньки, теплая летняя ночь, рай для влюбленных, неожиданно подумал Андре и снова увидел площадь Контрескарб праздничной ночью. Огни, огни. Мне нужно на метро, боюсь, что опоздаю. До свидания, Андре. Пьер сказал это, но не уходил. Плова до свидания смутили обоих. Андре поглядел. Не было Пьера отца, Пьера инженера. Всех этих разговоров о десере, о социалистах, о войне, перед ним стоял школьный товарищ, озорник и мечтатель, который когда-то предлагал двенадцатилетнему Андре уехать в Гренландию. и Андре сказал, помнишь, ты хотел в Гренландию с закитами. Смешно. А тебя, наверное, тоже призовут. Перебьют нас, как мух. Это наверняка. Почище вердена. Но это не важно. Хорошо, что ожидание кончилось. Так больше нельзя жить. Теперь какая-то развязка. тихи есть, не знаю, чьи обманутые дано мне умереть. Но ты понимаешь, что самое смешное. Давно это было. В нашем кафе ко мне немец подсел классический. Голубые глаза, сзади все выбриты. Я думал, эмигрант. Нет, немец, как немец. Рыбами занимался. Ему мои пейзажи понравились. Он тогда напился и уверял, что обязательно будет война и что немцы разрушат Париж, чудак. Мне смешно, что его, наверное, тоже призвали. Значит, он на меня. Ну, разве не дерьмо? Но я, Пьер, счастлив, что-то кончилось. Война так война. Они простили. Брэдтейль едва держался на ногах. Глаза у него были красные от бессонных ночей. Поддерживали его железные сложения и воля. Нужно во что бы то ни стало добиться компромисса. С Германией можно договориться. Главное порвать пакт с Москвой. А события быстро разворачивались. Гитлер не хотел ждать. Ангел мира напрасно летал над растерянной Европой. Во Франции магикане Народного фронта требовали отпора. Брэдтейль писал статьи и листовки, беседовал с дипломатами, наставлял верных, а через генерала Пикара руководил штабами. Париж затемнили, и в темноте сновали доверенные Брэдтейля, увещевая или науськивая. Чехословаки сами богатые евреи. Мандель за войну, а его настоящая фамилия Ротшильд, Бенеш ему заплатил, а наших детей гонят на убой. У немцев сто тысяч самолетов, они раздолбят Париж в первый же день. На восточном вокзале царила суматоха, пределы отходили поезда с запасными. Некоторые поднимали кулаки, пели, говорили, надо показать немцам, что не все ползают на брюхе. Другие угрюмо бормотали, нам-то зачем лезть? Женщины плакали. Здесь было раздолье фашистам, они говорили, что мобилизацию объявили незаконно, что чехословаки сами нарушили договор, и французам на них наплевать. Как в начале Испанской войны Париж разделился на два лагеря. На Елисейских полях торжествовало миролюбие, проклинали ужасы войны, взывали к гуманности, даже к братству. Люди легко забывали не только свои недавние слова, но и свою биографию, традиции среды, мифы касты. Тупая ненависть к лодырям, так фашисты продолжали называть рабочих, оказалась сильнее всего, колониальные офицеры, проделавшие кампанию в рифе, самодуры, подводившие солдата под расстрел за ничтожный проступок, теперь клялись, что ничто не может оправдать кровопролитие. Академики, еще вчера чванливо толковавшие о непобедимой Франции, жившие цитатами из маршала Фоша, утверждали, что воевать нельзя, стоит немцам дунуть, и как карточный домик полетит вся линия Мажино. А уроженец Лотарингии Бретейль, для которого лучшим часом его жизни было вступление французского отряда в МЭЦ, говорил, вопрос о границах отходит на задний план по сравнению с защитой нашей западной цивилизации от большевиков. Из богатых кварталов люди поспешно уезжали, курорты было опустили, тревоженные газетными сообщениями отдыхавшие вернулись в столицу, но когда началась мобилизация и город затемнили, буржа стали покидать Париж, отсылали свои семьи подальше, и в непривычное время года ожили морские пляжи, горные деревушки. Уже опадали деревья, над Ла-Маншем кружились осенние бури, дачники поневоле мерзли и в досаде твердили, пора все-таки обуздать этих проклятых чехов, о судетах больше никто не вспоминал. А в рабочих предместях раздавались другие речи. Войне и здесь не радовались, но люди молча шли защищать свою родину, знали, что страна приперта к стенке, повторяли, что дальше так жить нельзя, слово агрессор стало понятным, будничным и часто интернационал провожал в запасных. На будущее глядели с надеждой. Представил бой с фашистскими захватчиками, с их французскими друзьями, с людьми Бреттейля и Дарио. Иногда казалось, что оживает июнь 36-го, обри, который осмелился в Бильянкуре прославлять Чемберлена, жестоко избили. Когда его уносили полицейский, мальчуган весело крикнул, «Вот и война!» «Войны не будет!» говорил на собрании национально-мыслящих депутатов Бреттейль. «Ее и не должно быть! Чехословакии связаны договором с Москвой, другими словами, нам предлагают сражаться за коммунизм. Необходим компромисс, будем рассуждать трезво, мы подточены большевизмом. В Испании еще продолжается гражданская война, Англия на своем острове защищена от заразы, англичане могут лицемерить, блефовать, кокетничать либеральными идеями, но кто действительно способен защитить Европу от коммунизма? Да только Гитлер! Значит, наши союзники, наши враги, а наши враги это наши союзники!» Впервые Братаэль посмел высказать свои мысли в присутствии Дюкана. Он ждал полемики, патриотических кират. Он не знал, в каком состоянии находится Дюкан. Он его не видел с начала сентябрьской тревоги, избегал встреч. А Дюкан был доведен до бешенства. Этот человек, не глупый, но медлительный и упрямый, как бы проснулся. Он ведь пошел к правым, думая, что они отстаивают великую Францию. И вот он увидел, как друзья Братаэля, вчерашние друзья Дюкана, срывают мобилизацию, призывают к дезертирству, к измене. А кто хочет защищать Францию? Рабочие! Страшно сказать, коммунисты. Для Дюкана это было тяжелым ударом. Он долго не хотел верить в правду. Он утешал себя мыслью, что классовый эгоизм, ослепляющий десятки тысяч людей, чушь Братаэлю. Все последнее время он пытался поговорить с ним, но это ему не удавалось, и он терзался сомнениями. Будь Дюкан моложе, он нашел бы успокоение на боевом посту. Но в 56 лет трудно мечтать о воздушных боях. Он боролся, как мог, с пропагандой пораженцев. Его сторонились, иногда снисходительно замечали фантазер, иногда злобно обрывали инструкции Москвы. Теперь впервые он услышал из уст Братаэля все то, что его возмущало. Он хотел заклеймить своего учителя, разоблачить врагов Франции, но он так волновался, что не мог говорить. Порог речи перешел в немоту. Раздавалось мучительное мычанье. Наконец, он неестественно громко выкрикнул «Вот кто вы! Поклонник Гитлера!» «Вас ранили на войне! Это знак почета, но вы его недостойны!» В его голосе послышались слезы. Схватив свои бумаги, разбросанные на столе, он выбежал из комнаты. Депутаты пожимали плечами. Сумасшедший! Некоторые говорили, что Дюкана нельзя судить слишком строго. На войне он был контужен, наверное, это отразилось на его психическом состоянии. Только Грандель насмешливо ухмыльнулся. «Под видом безумия вполне логический поступок. Я вчера его встретил с Фуже. Это не столько патриотизм, сколько московская кормушка». Бретель предложил не терять драгоценного времени. Инцидент с Дюканом можно отложить до более спокойных времен. А теперь следует заняться международным положением. Каждый час может принести развязку. Грандель успокоился, даже повеселел. Он ответил «Это дорогой господин Бретель оттенки. Зачем о них спорить?» На улице была вся та же тревожная суета. Приезжали, уезжали, толпились, обсуждали слухи, вырвали у газетчиков последние выпуски газет, прощались, спорили, пели. Бретель торопился, у него было свидание с корреспондентом римской газеты, однако по дороге он зашел в церковь Сен-Жермен-де-Пре, он коснулся желтой пергаментной ладонью святой воды в мраморной раковине, помочил лоб, потом дошел до правого алтаря, где вокруг каменной богоматери трепетал рой свечек и, преклонив одно колено, прочел молитву. Кругом женщины молились за мужей, сыновей. После полумрака солнце показалось нестерпимым, Бретель зажмурился, и на минуту все поплыло. Сказались бессонные ночи, а газетчики надрывались. Вместе с Бретелем вышел священник в облачении. Мальчик, прикрытый шелковой попоной, звонил в колокольчик. Кто-то умирал, и священник спешил с причастием. А в церковном садике пели птицы. И на террасе кафе Демаго против церкви парижане, прикидываясь, что ничего в мире не происходит, тянули аперитивы, настоянные на полыне, на анисе, на корне Ченциана, на коре Эвкалипта, на мандаринах, на ландышах. Собрание на заводе Сен закончилось рано. Никого больше не тешили слова. Все знали, что во главе страны стоят ничтожные, малодушные люди, способные на любую измену. Рабочие были готовы к войне, но в этой решимости не было ни веселья, ни задора. решили послать делегацию в чехословацкое посольство, высказать солидарность. На следующее утро Легре и Пьер, направляясь в посольство, шли по Марсову полю. Проехали танки. Девочки играли в серсо. Какой-то человек средних лет и среднего достатка философствовал. Говорят, у чехов пиво хорошее, а я пиво не люблю. Я вас спрашиваю, при чем тут мы? Легре сказал Пьеру, вот ты вчера говорил, что Франция скоро окажется в одиночестве. Это правильно. Но и мы во Франции одиноки. Мы еще говорим народный фронт, а его нет. Я предпочитаю Дюкана всем социалистам. Честный человек. Рабочий держится замечательно. Зрелость большая. А крестьяне, если Даладье пойдет на капитуляцию, они, пожалуй, обрадуются. Пьер улыбнулся. Да что, крестьяне, моя Аньес обрадуется, а она дочь рабочего, казалось, понимает. Путаница страшная. Она мне отвечает, что вы раньше писали? Я лично доверяю чувству, как с Испанией. Я видел Асанье в Барселоне, вроде нашего Сарро, типичный радикал. Скажешь, он не сажал рабочих? Конечно, сажал. Но ведь не в нем дело. Так и с чехами. А вот Аньес не понимает, все валит в одну кучу. Может быть, понимает, только боится, что тебя пошлют на фронт. ты ребенок у нее. Это можно понять. Легре вздохнул. Он-то один на свете, никто за него не боится. День был облачный, солнце чувствовалось за белой пеленой, больно было глядеть. Пьер пробормотал, уступят. Какой-то заколдованный круг. Все эти недели он жил ожиданием. Даже Испания отошла на задний план. От одной поездки Чемберлена к Гитлеру до другой, казалось, проходили годы. Нельзя было ни работать, ни думать, ни спать. Пьер не был настороженным, как в дни народного фронта. Осталось горечь и разочарование, даже пришибленность. Это не вязалось с его характером, и он думал, попал в тупик. Приходилось вести дипломатические беседы перекупщиками военного снаряжения. Редкие и короткие поездки в Испанию вспоминались смутно, как чудесные сны. Он ждал развязки, разлуки, войны, а ребенок, который неизменно жил в нем, мечтатель из ленивого Перпиньяна, требовал счастья. Вот и сейчас, услышав звуки рояля, доносившиеся из раскрытого окна, он остановился, зажмурил глаза от удовольствия. То самое с керца. Замечательно. В посольстве их принял первый советник Ванек, коренастый, неповоротливый, широкими руками крестьянина, толстый шеей, сдавленный крахмальным воротничком. Все последние дни в посольство приходили делегации рабочих, и однако каждый раз Ванек изумленно морщил лоб. Слушая слова «Солидарность пролетариата», он спрашивал себя, что же приключилось? Кто жал ему руку, говорил о гневе и надежде, коммунисты, и он признался послу, «Я больше ничего не понимаю». Девять лет тому назад Ванек по образованию филолог, по убеждениям либерал, служил в Моравской острове. Там разразились беспорядки, коммунисты демонстрировали против новых военных законов. Их похватали. Ванек выступил на процессе как свидетель обвинения, он обрадовался приговору, зачинщикам дали четыре года. И вот теперь в Париже его утешают коммунисты, а люди, с которыми он дружил, которых он угощал завтраками, с которыми беседовал о линии Можино, о речах Титулеско, об операх Сметаны, культурные и симпатичные люди куда-то пропали. Как Ванек радовался весной, узнав, что Тессан назначен министром. Ведь в дни юбилея Масарика Тессан написал «Чехословакия оплот нашей западной культуры в самом центре Европы, это страна гуманизма». А теперь к Тессане подойти. Ванек страдал за судьбу своей страны. Статьи французских газет доводили его до бешенства. Прочитал выступление Бретейля, который назвал Чехов варварами. Ванек не стерпел, разбил кофейник. Со всему примешивалось личное горе. Он был уроженцем маленького мравского города, расположенного неподалеку от границы. Там жили старики-родители, сестра Ванека. Он тупо повторял поста раз за день «Неужели французы выдадут?» Ездил в министерство, ловил знакомых депутатов. Они отмалчивались или соболезнующе вздыхали, как на похоронах. В посольство приходили делегации, но напрасно Ванек ждал представителей печати, профессоров, адвокатов, радикалов или хотя бы социалистов. Приходили рабочие, повторяли те же слова. Ванек благодарил, вжал руки и в смятении думал «Опять коммунисты!» Легре все время молчал. Говорил Пьер и что-то поразило Ванека. Приподнятость тона необычный словарь. Ванек понял, что перед ним не рабочий, да и не коммунист, свободомыслящий, человек круга и мыслей Ванека. «Меня обрадовали ваши слова. Хорошо, что к нам приходят люди различных убеждений, иначе могло бы создаться впечатление, что за нас одни коммунисты». Пьер вспыхнул «Я коммунист». Ванек вежливо улыбнулся. Они стояли перед раскрытой дверью балкона, доносились тревожные крики газетчиков. Ванек думал, примет ли его сегодня Теса, и щурился от едкого света. На улице Легре сказал «Слушай, Пьер, теперь, конечно, не время об этом говорить, но я давно хотел спросить, почему ты не идешь в партию?» Пьер ответил не сразу «Не знаю, так, по-моему, честнее». Теса наконец-то принял Ванека. Желая избежать нападок, министр стал сразу кричать «Как вы не понимаете, судьба малых держав зависит от судьбы больших, мы не можем сейчас принять бой, но а когда мы перевооружимся, мы вернем вам эти области. Нужно уметь ждать, когда прусаки взяли шлезвиг, мы не вступились, но прошло полвека, и мы вернули датчанам их добро. Это азбука дипломатии». Ванек, обычно сдержанный, совершил бестатность. Он ответил Теса, допустив захват шлезвига, а потом разгром Австрии, Франция подготовила Седан. Неуместная аналогия, распадающаяся Вторая Империя и Франция 1938 года в расцвете сил. Можете быть спокойны, Седан не повторится, но нужно подождать, в вопросе о Судетах Франция разделилась. Ванек молчал, его обветренное лицо стало еще краснее, но в бу вздулись жилы. Атеса успокоился, от гнева он перешел к ласке. Он подошел вплотную к Ванеку и зашептал, «Верьте мне, ваше горе наше, я хорошо помню время, когда статуя Страсбурга на площади Конкорд была окутана траурным крепом, вы всходите на костер как очистительная жертва, вы отдаете самое дорогое, только чтобы спасти мир, женщины Франции этого не забудут». Ванек вспомнил морщинистое сухое лицо своей матери под черным платком, мать одевалась как крестьянка, проснулась надежда нелепая ребяческая, вдруг не выдадут. Он сказал, «Вы сказали в вопросе о судетах, но на спорной территории много округов с чешским населением, там немцев нет, я знаю это хорошо, я сам оттуда, необходимо отстоять хотя бы эти районы». Ты созевнул, его утомил разговор. «Да ладье мне сообщил час тому назад, что он вылетает в Мюнхен, там они все решат, председатель нашего правительства будет, конечно, информирован, так что не стоит теперь заниматься географией». Голубые глаза Ванека затуманились, но он быстро овладел собой и, поблагодарив Тесса, откланялся. А Тесса подумал, ну и ремесло у меня, лучше провожать убийц на гильотину, этот чех хороший человек, но до чего он наивен, как они не понимают, что мы не можем рисковать всем, довольна благотворительности, Франция хочет наконец-то подумать и о себе. Он позвонил Полет. «Можно прийти? я хочу утешиться». «Нет, нет, новости хорошие, даже очень хорошие, войны не будет, а настроение у меня отвратительное». Как сказал Верлен, душа без причины тоскует. «Хорошо, еду, еду». Жолео сняв пиджак, носился по типографии. Материал для экстренного выпуска был заготовлен заранее. Особенно Жолео гордился рассказом о детстве Чемберлена. Английский премьер в четырехлетнем возрасте мерил своих сверстников, и мать предсказывала ему блестящее будущее. «Как подадим?» спросил один из сотрудников. «Соглашение в Мюнхене?» Жолео поморщился. «Сиэра невыразительно, не отвечает настроению. Может быть, победа мира?» Но и это не удовлетворило Жолео. Откинув назад голову и прищуриваясь, он шепнул «Победа Франции! И через всю полосу!» По приезде в Париж Даладье направился к Триумфальной арке, чтобы возложить венок на могилу неизвестного солдата. Закрылись учреждения, конторы, магазины. Толпа заполнила широкие тротуары Елисейских полей. Люди радовались. Их не погонят в окопы. Особенно много было женщин. Дома разукрасили флагами. Цветочницы продавали розы и георгины. Накануне на затемненных улицах слышался грустный шепот, схлипывание, хриплое пение, и сразу все сменилось праздничной суматохой. В одном из ресторана в средней руке неподалеку от Елисейских полей за темным столиком в углу сидел десер. Он только что кончил завтрак и пил кофе. Он выбрал этот мало посещаемый ресторан, боясь встреч. Купив у газетчика Лавуануэль, он не взглянул на первую полосу, а стал читать напечатанные мелким шрифтом сообщения о кражах и пожарах. Он был мрачен и еще более помрачнел, когда к нему подошел Фуже. Ты здесь? Как видишь. В другое время десер обрадовался бы встрече. Фуже он знал с давних времен. Оба учились в политехнической школе, мечтали стать инженерами. Потом десер увлекся финансовыми операциями, а Фуже историей и политикой. Встречались они редко, но встречаясь, беседовали дружески, без натяжки или притворства. Когда десеру говорили, что его любимцы радикалы разложились, стали прихлебателями республики, приятелями стовистских, десер отвечал о Фуже, этот бородатый энтузиаст, олицетворял для него добродетели старой Франции. Фуже был добросовестным историком. Его работы о клубах якобинцев в Пикардии и о борьбе против шуанов заслужили общее признание. Он жил не только философией, но и бутафорией великой революции. Патриотизм для него сочетался с простотой нравов. Он восклицал с величайшей естественностью «отечество в опасности». Беря в руки новорожденного сына одного из своих избирателей, он говорил счастливому отцу «хороший гражданин». Уже считал себя наследником якобинцев. Любовь к прошлому его ослепляла. Он был убежден, что кто-то неизменно угрожает республике. Любого генерала подозревал в бонапартизме и, встретив на улице аббата, возмущенно отворачивался. Мир ограничивался для него Францией. Тем, что происходит в других странах, он не интересовался. Вместо Совета Чемберлин-Дуча он говорил «совье», «шамберлан», «дюс». Коверкал он не только слова. Хорватские усташи были для него балканскими нигилистами, а Ганди индусским дантоном. Сын гравера-орезчика, влюбленного в свое ремесло, он с детства знал, что труд счастье. Ему повезло, он всегда занимался любимым делом. Он не видел, что вокруг него миллионы людей ненавидят подневольный плохо оплачиваемый труд. Социальное движение представлялось ему затеей благородных, но отвлеченных умов. Он наставлял профсоюзников «главное не забывайте о происках Ватикана». Карманы его были набиты делами невинно пострадавших. Он хлопотал за какую-то вдовицу, выселенную из квартиры, за сенегальцев, за анархистов. Конечно, он был одними из самых ревностных работников Лиги для защиты прав человека и гражданина. Жена с насмешкой говорила «Наш хлопотун». Это была полная спокойная женщина, занятая домом, мастерила абажуры, развешивала картины, вышивала Фуже шутливо жаловался, женился на улитке с домом. Сыновья выросли шалопаями, ничего не хотели делать и выклянчивали деньги у Фуже, напоминая отцу, что он стоит за терпимость. В парламенте Фуже числился радикалом, но для Теса он был большевиком. Теса кричал «Помилуйся, этот человек утверждает, что у радикалов нет врагов налево, а коммунисты?» Фуже как-то сказал о коммунистах. Они выражаются чересчур абстрактно, но это хороший патриот. Ему было 52 года, но от него веяло стариной, и в палате его прозвали «Последний извозчик Парижа». Десер помрачнел, ему не хотелось разговаривать, а он знал, что от беседы с Фуже не уйти. И действительно, Фуже, который знал о закулисной работе Десера, сказал «Почему ты не на элисейских полях и не пьешь шампанское? Ты должен радоваться, до некоторой степени это твоя победа». «Как сказать?» «Видишь ли, одержать столь легкую и столь шумную Фуже не понял и рассердился. Его борода запрыгала. «Слова, Десер, слова! Ты этого хотел, не отпирайся. Ты даже мумию Виара мобилизовал, я знаю все. Можешь торжествовать». «Нет, я не этого хотел. Я знал, что мы не готовы к войне, не можем воевать. Я стоял за компромисс. Но, во-первых, условия куда тяжелее, чем я предполагал. А, во-вторых, это самое главное, я оказался чересчур прав. Понимаешь, чересчур. Сегодняшний день показал, что нам не помогут никакие линии Можино, никакие вооружения. Что-то надломилось. Я убежал сюда, увидев толпу на Елисейских полях. Сделать из дипломатического седана торжество? Долодье боялся показаться на аэродроме, думал, что его забросают тухлыми яйцами, а они его встретили как балерину с цветочными подношениями. Такой народ не сможет защищаться. Почему ты обвиняешь народ? Вы в этом виноваты, и ты ДСР. Я тебе это говорил в начале испанской истории. Нельзя рекламировать трусость, как гражданский добродетель, а потом удивляться, если народ радуется капитуляцией. Ты оплачиваешь газеты, которые восхваляют дезертирство. Ты поддерживаешь врагов Франции. Ты хочешь, ДСР прервал, я сам не знаю, чего хочу. Моя карта бита, наверное, как карта нашей страны. Я знаю, чего я хотел, сохранить равновесие, отстоять счастливую Францию среди молодых, голодных и драчливых народов. Не вышло, а остальное неинтересно. Если бы я мог, я вообще уехал бы на Таити. На меня вяжут дела. Мне наплевать на них, но я не могу их бросить. Для поэта неврастения законное состояние, музы, кажется, это любят, биржа нет. Он расплатился. Они, как завороженные, повернули к елисейским полям и, выйдя туда, остановились. Даладье ехал в открытой машине. Толпа его восторженно приветствовала. Вслед за ним ехал Тесса. Он считал себя именинником и не хотел подарить всех оваций Даладье. Когда Тесса раскланивался, его острый нос подпрыгивал. Он улыбался стыдливо и с достоинством, как трагик, закончивший патетический монолог. Дама кинула ему розу. Он прижал цветок груди. Веселые похороны, сказал Фуже. Хоронят, кстати, Францию. Десер неожиданно засмеялся. Особенно хорош Тесса. Почему роза? Ему нужны лавры? Фуже загрохотал. Теперь Десер не до шуток. Отечество в опасности. Я боюсь, что через год по Елисейским полям будут дефилировать немцы. Шлюхи найдут и для них розы. Отечество в опасности? Ты честный человек и неисправимый ребенок. А может быть Отечество уже нет? До свидания, Фуже. Стены были тонкими. Во всех квартирах слушали радио и казалось, что голос диктора повторяет эхо. Пьер переехал сюда незадолго до рождения сына. Это был огромный дом, состоявший из десятка корпусов, построенный муниципалитетом. Еще недавно на этом месте были крепостные рвы, лужайки с вытоптанной травой и курослепом. Когда-то Пьер здесь назначал романтические свидания, декламировал стихи, клялся в вечных чувствах. Теперь повсюду выселись огромные дома и ночью пылали тысячи окон. Жили тут служащие, техники, рабочие. Все квартиры состояли из двух комнатушек и во всех квартирах шла та же жизнь. Вставали рано, бежали к метро, в девять утра женщины проветривали чуфики и выбивали коврики, в двенадцать прибегали ребята из школ в передниках с пальцами замаранными чернилами, доносились запахи маргарина, лука, кофе. Под вечер горланило радио, в половине восьмого ели суп, в одиннадцать гасили свет и засыпали. Последние дни радио не замолкало до полуночи, люди ждали страшных вестей. И вот сейчас диктор сразу всех успокоил. Войны не будет. Пьер и Аньес обедали. Услышав сообщение, Пьер замер с вилкой в руке, потом вскочил, отбросил салфетку, выругался. Все смешалось в Аньес. Радость, Пьера не возьмут на войну, да и не будет войны, разрушенных домов, убитых детей, коллег. Радость и безотчетная тоска. Она не разделяла мысли и мужа, но его горе доходило до нее. Она ее разъедала. Как они не походили друг на друга? Суматошный, шумливый Пьер, у которого все на лице, Пьер с его переходами от восторга к отчаянью, и Аньес сдержанная, больше того скрытная, непримиримая, вечно ищущая единственной абсолютной правды, здоровая, полная радостного материнства и простой телесной страсти. Они жили дружно с бурными, но короткими размолвками и с непрестанным ощущением спайки, которая лежала вне их понимания и вне их воли. У каждого была своя жизнь, свое дело, свое увлечение. Аньес вкладывала в свою работу подлинное вдохновение. Каждый ребенок был для нее загадочным, хрупким растением, способным погибнуть, разрастись, зацвести. Она говорила себе, они все для меня как дуду. Это было неправдой. Сына она любила слепо и ревниво, гордясь его первым лепетом, его волосами цвета бледного золота. Сильней этого чувства была только любовь к Пьеру, скрываемая ею не только от него, но и от самой себя. В ней жило сопротивление девушки, она отдавалась ему как бы впервые с легким скриком изумления и радости. В ее углу было пусто и чисто, она не любила вещей, а на столе Пьера накоплялись геологические пласты. Порывшись, можно было найти следы различных забытых им самим увлечений. Они могли бы быть счастливы в этой тесной квартире на бульваре Брюн между школьными тетрадками и чертежами рядом с розовым пухлым дуду, но счастливы они не были. Что-то постороннее вмешалось в их жизнь. Аньес это поняла давно в кафе на больших бульварах, когда солдаты шутя говорили о надвигающейся войне. Два года продолжалось напряженные ожидания. Им казалось, что это жизнь временная, что они ее снимают, как проезжий комнату в гостинице. Аньес раз сказала, ну вот еще день подарили. Для Пьера это было связано с борьбой, с идеями, с лихорадкой надежды и отчаяния. Но напрасно Аньес пыталась понять сердцем его взволнованные речи. Особенно она растерялась за последние недели. Было нечто человеческое в испанской войне. Аньес негодовала, видя фотографии разрушенного Мадрида, невольно восхищалась героизмом интернациональных бригад. Она говорила Пьеру, это не мое, но это чистое дело. А слово чистое для нее было признанием. Но теперь, когда все перепуталось, дипломатия и чувства, пацифизм и шкурничество, интернационал и генералитет, она сжалась, онемела. В школу приходили заплаканные матери. Беда надвигалась. И вот короткое сообщение о Мюнхенском соглашении. Войны не будет. Пьер, сколько людей сейчас радуется. И у них, ты думаешь, они иначе переживают? Да забудь ты хоть на минуту про свою политику. Ты рассуждаешь, как Андре. Почему как Андре? Как миллионы. Ты их называешь обывателями. Что и говорит, теперь твое время. Не понимаю. В другое время мы живем, работаем, воспитываем детей. А вы, то есть такие, как ты, вы это терпите. И едва терпите. Тогда пишут длинные книги, прокладывают дороги, открывают сыворотки. А теперь мы должны терпеть воли таких, как ты. Я говорю не об идеях, а о природе. Теперь все подчиняется одному, а это ужасно. Он не стал спорить. Мрачный зарылся в газеты, читал о том, что еще утром было жизнью и сразу стало историей. А она терзалась, она поняла, что ничего не разрешилось. на сколько теперь отсрочка, на неделю, на год, и как можно отпускать жизнь по каплям. Аньес подошла к Дуду. Он мирно спал. Она думала, жизнь должна быть длинной, очень длинной, прорастают зубы, потом они выпадут, ведь это только молочный. Как Дуду сможет жить от одной мобилизации до другой? Она хотела поцеловать его, но не решилась, стала исправлять школьные тетради. Тишина была тяжелой. Уж лучше бы хрипело радио, но его закрыли на неделю, на год. Напрасно Анье старалась сосредоточиться, вникнуть в смысл простых детских фраз. Раз десять она перечела «У дяди Фонтене кролики и теленок». Ее охватила тоска по деревьям, по теплу хлева, по медлительному существованию, не спешить, не ждать, не думать. Измученный неделями волнения, ночной работой, собраниями, Пьер уснул. Черная голова, срано показавшейся сединой, упала на серый газетный лист. Ровное дыхание Пьера успокаивала Аньес, хоть в этом жизнь брала свое. Она не видала лица Пьера, а встав, сломался карандаш. Она вскрикнула, лицо у Пьера было как у покойника, не кровинки, напряженные, будто замерзшие. Он проснулся от ее крика, сказала равнодушно «Ага», и снова заснул. Мобилизация показалась Люсьену выходом. С лета его жизнь стала призрачной. Случилось то, чего он боялся. Толки о его разрыве с отцом дошли до Жулио, и толстяк, которому давно претила заносчивость Люсьена, передал рубрику скачек своему племяннику. А других доходов не было. Люсьен узнал голод, грязные воротнички, вечера без сигарет. Он ходил из гостиницы на время обеда, чтобы хозяин и без того косо поглядывавший на неаккуратного в платежах жильца не догадался, что у него нет денег. Он бродил по знойным улицам, на террасах люди ели. Их вид возмущал Люсьена. Гадает над карточкой, что заказать. Смакует, привередничает, улыбается. Запахи вызывали дурноту. Порой он нападал на какого-нибудь приятеля, литератора, завсегдатой дома культуры или приверженца Бретейля или посетителей горных притонов. Люсьен наспех сочинял историю. Он забыл бумажник дома или сегодня невыгодно менять египетские фунты и, дерзко ухмыляясь, выклянчивал пятьдесят франков, которые тотчас проедал. Как-то пришло письмо от матери. Она сообщала, что здоровье ее ухудшилось, молила Люсьена помириться с отцом. На минуту он пожалел мать, вспомнил свое детство, как он болел скарлатиной. Кстати, пожалел и себя. Может быть, последовать совету матери? Сколько же голодать и стрелять франки? Он уже взял бумагу, чтобы ответить на прочувствованное письмо, но скомкал лист. Нет и нет. Конечно, там чистая постель и обед из трех блюд, но он не станет ради этого унижаться. Его вера в Бретейля была ошибкой. Это ошибка честного человека, а отец делец лишенной совести. Потом какая скука снова слушать сентенции «Работай, и ты достигнешь всего?» Я тоже не сразу стал министром. Иногда Люсьен вспоминал муж, ее смятение в вечер их последнего свидания. В нем жило раскаяние, хотя он этого не сознавал, называя свои чувства сентиментальностью. Муж несколько раз писала ему, умоляла ее простить, говорила, что ей опротивила жизнь. Он мучительно морщился и рвал на мелкие кусочки лиловые листки. Потом перестал вскрывать ее письма. Зачем? Помочь ей он не может, он и сам несчастен. А жалости на свете нет. Анри умер, Жанет его бросила. Бретель оказался низким политиканом. После разрыва с Бретелем Люсьен окончательно охладел к политике. Даже не заглядывал в газеты. Мировая история представлялась ему докучливой и грязной, как папки отца, как семейная квартира Бретель, как в затылок неведомого Кельмана. Слыша на улице или в кафе разговоры о Гитлере, о войне, Люсьен зевал. Видимо, папаша ухаживает за фуже. И вдруг Люсьена призвали. Он вспомнил саламанку, лихорадку военных сборов, попойки фалангистов, приезжавших с фронта, и обрадовался. А два дня спустя объявили о Мюнхенском соглашении. Люсьен издевался над собой. Его еще раз надули. Вместе с миллионами простаков он поверил в затемнение, в танки на парижских улицах, в мобилизацию. А это папаша набирал парламентские голоса. И Люсьен судорожно зевнул, значит, снова поиски денег, ворчливый хозяин с неоплаченными счетами, злое небритое лицо, которое неожиданно выглядывает из зеркала витрин. Судьба над ним жалилась. Возле Мадлен он встретил своего бывшего издателя Готье. В другое время Готье поспешил бы отделаться от Люсьена, но сегодня он был потрясен. Еще утром он схлипывал над кроваткой трехлетней дочке, готовясь к смерти, и вдруг экстренный выпуск Лавуа Новэль вернул ему казалось потерянную жизнь. Готье готов был расцеловать не только Люсьена, но газетчика, полицейских. Он даже не заметил, что Люсьен опустился. Небритое худое лицо, потрепанный костюм, формы не успели выдать. Он принял за естественную бутафорию тревожных дней. «Я не могу опомниться», кричал он. «Ты понимаешь, какое это счастье, ведь я должен был завтра ехать в Кальмар, сержант в корпусной артиллерии. И вот, отдышавшись, он спросил, а ты?» «Я пехота, солдат второго ранга. «И ты, кретин, не радуешься?» Откровенно говоря, мне все равно. «Сноб!» «Нет, погоди, а ты у тебя нервный шок?» «Люсьен вспомнил деньги», он сказал, таинственно улыбаясь, «потом у меня неприятность. Я был в Трувиле с одной актрисой, когда началась эта суматоха. Я-то знал, что войны не будет. Но вот сюрприз мобилизации, пришлось ее оставить там. Я должен сейчас же съездить в Трувиле, привезти ее. Отпуск дали, но дурацкая история. Все банки уже закрыты, не хочется откладывать до завтра. «Если ты можешь меня выручить, я тебе буду очень признателен. Но если это тебя как-нибудь стеснит... Да что ты!» Готье вынул из бумажника тысячную ассигнацию. Люсьен усмехнулся, он знал, до чего Готье скуп. В свое время он с трудом получал у него авторские, а тут дал тысячу. Люсьен рассчитывал на двести. Готье кричал, «Погоди! Я тебя так не отпущу! Когда твой поезд?» «Успеев!» Они зашли в бар и выпили по два коктейля. Люсьен почувствовал тепло, довольство. Простившись с Готье, он подозвал такси и поехал на Мон-Парнас. Он вошел в большой ресторан, поднялся на второй этаж. Увидев себя в зеркале, он кивнул приветливо головой. «Сегодня не полагается быть небритым, запущенным, а красота останется красотой». Вот и гардеробщица на него загляделась. Он заказал пышный обед, наслаждался своей выдумкой, капризным тоном. Хотел и сразу съесть хлебец, лежавший на столе, но он лениво говорил метродотелю. Потом, пожалуй, пулярку с труфелями, конечно, если пулярка из Бресс. Вокруг шло пиршество, героями были мужчины призывного возраста. Они выглядели томными, усталыми, как будто вернулись с фронта. Некоторые были в форме, почти все небритые, это напоминало о походной жизни, говорили нарочито грубо, ругались. Женщины за ними ухаживали, они были добрыми феями, сестрами милосердия, верными любовницами, прождавшими много лет своих рыцарей. Лампы на столиках в пастелевых абажурах давали слабый, скрашивающий все свет. Танго говорила о возвращенном рае, хлопали пробки от шампанского, звенели бокалы, то и дело чокались за мир. Некоторые осушил уже несколько бутылок, и помня восторженные строки, сочиненные жалео, кричали «За победу!» Люсьен выпил бутылку старого Шамбертена. Он бессмысленно улыбался. Он не помнил теперь ни о Кельмане, ни о хозяине гостиницы, ни о своем постыдном существовании. Он снова был знаменитым писателем, другом сюрреалистов, сыном модного адвоката, любовником, красивой актрисы. Он снова пожил. События и хмель не его одного освободили от чувства времени. Все кругом ощущали исключительность этого вечера и в оторванность от ряда скучных дней. Люсьен не удивился, когда владелец картинной галереи Гюйо, в котором он не виделся года три, подойдя весело закричал «Что же ты не заходишь в галерею?» «Я, милый мой, жемчужину нашел, настоящую жемчужину!» Гюйо шатался. Его красное круглое лицо сверкало. В петличке была белая восковая камелия с поломанными лепестками. Гюйо потащил Люсьена к своему столику, и Люсьен не пожалел, что пошел. Он увидел женщину, которая сразу его поразила. Тоненькая, с очень черными гладко зачесанными волосами, с детски вздернутым носиком, с пухлыми приоткрытыми губами и с зелеными, как будто фарфоровыми глазами. Гюйо бубнил. «Познакомьтесь, это и есть жемчужина, художница Дженни, а это один из наших лучших писателей, Люсьен Тесса. Просьба не смешивать с отцом». Люсьен рассмеялся. «Что ты болтаешь? Я вовсе не писатель, я специалист по коневодству». Дженни посмотрела на него в упор, глаза ее ожили, потемнели. «Я читала вашу книгу о смерти, я вас ждала, как смерть ждала персидского садовника в Багдаде». Английский акцент придавал ее словам нечто ребяческое. Люсьен подумал «Выпила? Но какая красотка!» Он сел, выпил бокал шампанского, потом ответил «Я вас тоже ждал, но прозаичней, как хорошенькую женщину. Теперь мы познакомились, давайте пить». «Хорошо, но я пью только виски». Дженни родилась и выросла в одном из самых скучных городков штата Кентукки. Отец ее был методистом и торговал фанерой. Дженни с детства отличалась экзальтированностью, зачитывалась стихами Шелли и Китца, хотела перейти в католицизм, писала рассказы о страданиях негров, а когда Вильсон вернулся из Европы, убежала, чтобы его приветствовать. Ей тогда было 16 лет, а в 18 она вышла замуж за бродячего фотографа, который обещал увезти ее в Голливуд. С фотографом она вскоре развелась, но все же добралась до Голливуда, хотела стать кинозвездой. Там она узнала нужду и обиды. Помощники режиссеров деловито отвечали «Поужинаем, а после?» Она возмущенно отвергала эти предложения, увлеклась живописью, натощак писала пейзажи, рыжую землю, кактусы, пестрые дома. Она была способна, но безвкусна, да и в природе ей нравилось все крикливое и несвязное. Вдруг ей посчастливилось, в нее влюбился инженер из Лос-Анджелеса, конструктор самолетов. Он ей тоже понравился, они поженились. От нищеты Дженни перешла к богатству. В семейной жизни инженер был мил, скромен, для нее серф. Она говорила себе, я так и не узнала настоящей любви. Два года спустя муж разбился, она съела два тюбика веронала, ее спасли. Она кинулась в озеро, ее вытащили. Год она не выходила из полутемной комнаты, потом ожила. Она оказалась одна с большими деньгами, уехала в Европу, металась из одной страны в другую, осматривала музеи и притоны, сходилась с авантюристами, хотела узнать настоящую любовь, аккуратно, как школьница посещала различные художественные школы, потом осела в Париже на Монпарнасе, где выпавшие из жизни американцы издевались над светом старым и новым и пили при этом виски. Она тоже издевалась и тоже пила. Она была всего на год старше Люсьена, но ей казалось, что с ней сидит юноша. Он одержал еще одну победу. Лихорадочность его глаз, огненные волосы, грустный цинизм речи настолько ее потрясли, что она глядела только на него, не слушала болтовни Гио, не хотела танцевать. Это чувство было сильным. Люсьен ему поддался. Ему показалось, что он влюблен. Гио постучал ножиком о стакан. Я предлагаю тост Люсьен пехота, а я в зенитной и шар летчик, Димон капитан, тоже пехота. И так мы могли бы все через месяц удобрить поля Эльзаса или Пфальса, это все равно. А мы живем и будем жить. Это действительно наша победа, победа наших дипломатов, наших писателей, победа поля Валерии, Дорена, победа виноделов, портных, консьержек. Прошу не презирать, консьержек, это тоже ангелы мира. Я предлагаю выпить за самую прекрасную из французских побед. Дженни зааплодировала, потом сказала Люсьену, «Я не люблю Валерии, мне нравится Элюар, а вам?» Гео говорил сейчас как Вильсон, но тогда французы были против Вильсона. Не сердитесь, я ничего не понимаю в политике, но я счастлива, ужасно подумать, что вас могли бы убить. Он рассмеялся, гораздо проще, мы могли бы не встретиться. Гео крикнул «Счет!» Люсьен запротестовал «Платит он!» он кинул старому официанту сто франков на чай. Тот улыбнулся «Спасибо, господин майор!» «Ошибка, господин солдат второго ранга!» Он тихо сказал Дженни «Последний глоток за вас!» Персидский садовник боялся смерти и убежал в Багдад. Там он встретил прекрасную девушку, он никогда таких не видал. И он прогнал смерть. Она сжала его руку. Они вышли, доехали до Пасси. Дженни жила на тихой улице. Возле дома в свете фонаря смутно шевелилось большое дерево. Она хотела проститься, но он прошел в переднюю. Она растерялась, по-детски попросила «не нужно». Ей казалось, что это настоящая любовь. Она боялась сразу все потерять. Он сел, не сняв пальто, в глубокое кресло и закрыл глаза. Лицо у него было утомленное. Дженни вдруг успокоилась. «Я сейчас сварю кофе». «Хорошо?» Она принесла кофейник, стеклянный шар, под ним бился синий огонек. Приоткрыв глаза, Люсьен сказал, «Алхимия». Ему было спокойно. Ничего не хотелось. Крепкий, сладкий, как сироп кофе, казался пределом счастья. Женя болтала безумолку, инстинктивно опасалась молчания. Пережившая немало любовных связей, она вела себя, как неопытная девушка. «Больше всего я люблю желтые розы, не чайные, а желтые. У Бомана на Мон-Парнасе много, они чудесно пахнут. Если вы захотите меня порадовать, вы мне принесете». И Люсьен полный неги спокойно ответил, «Вряд ли у меня даже на метро не осталось». Люсьен стыдился своей бедности, и признание было неожиданным для него самого. Он пришел сюда, хорошо зная зачем, потом все перепуталось, кофе, чинная поза Дженни, разговор о живописи, о Греции, о цветах. И он много пил, устал, он не слушал своих слов, Дженни подумала, что он шутит, ведь только что он заплатил за всех. Она сказала, смеясь, не сейчас, вот что значит курить. Люсьен очнулся, шутливый укор его разозлил. Я кутил на деньги готье, такие оказии выпадают редко, обычно я стреляю по мелочи, не на розы, но на хлеб с колбасой. Вам этого не понять, вы богатая американка, я обыкновенный безработный, мы люди двух классов. Он и вправду чувствовал к Дженни ненависть бедняка, он не глядел на нее, не видел, что она плачет. Дженни хорошо знала, что такое нищета. Она не забыла двух лет Голливуда, тогда она говорила подругам, что не ест, потому что боится потолстеть, а от голода ее мутило. Выбежав в соседнюю комнату, Дженни вернулась с пачкой кредиток. Она пыталась засунуть деньги в карман «Умоляю!» Злобной гримасой скривило его лицо, он скомкал деньги, швырнул их на столик. «Я не за этим пришел!» Он больно сжал ее плечи. Он не чувствовал ни влечения, ни страсти, он доказывал чистоту своих намерений. А Дженни думала, он простил ей ее богатство, влюблен, не хочет ждать, не может, и она отдалась ему без горечи, без колебаний. Она уснула измученная и счастливая. Он не спал. Он постепенно возвращался к жизни последних месяцев. Что же ему делать? Стать сотрудником шантажной газетки? Покаяться перед папашей? Ограбить кого-нибудь? Поглядев на Дженни, он удивился. Забыл было все. Потом брезгливо покривился. От нее исходила теплота животного довольства. Корчила недотрогу в лирии живопись желтой розы. А сколько у нее таких похожений! Ему хотелось разбудить ее, обидеть, ударить. Но он лежал, не двигаясь, разглядывал комнату. Мебель под какого-то Людовика, копия в АТО, лилии в ВАЗе. Дженни снимала меблированную квартиру, все вещи были чужими, но для Люсьена они были ее мещанской обстановкой. Он снова на нее поглядел. При резком утреннем свете показались морщины. Кожа была чересчур нежной и плестированной, как начинающий вянуть цветок. Он зевнул, стал считать своих любовниц, дошел до двадцати шести, запутался. Были две Марго. Кажется, вторую он еще не считал, а может быть, считал. Это была блондинка, то есть Крашенная, дочь учителя музыки. Он оборвал себя, какая пошлость. Его поташнивало. Он тихо оделся, хотел уйти, но Дженни проснулась, она еще улыбалась, полная сна, потом встревожилась. Почему ты оделся? Пора. Люсье, он деланно рассмеялся. Ее пил за победу, на самом деле победили немцы. Это даже дети понимают. Но когда пьешь, нужно врать. Теперь мы не пьем. Ты вчера была прекрасной девушкой, кажется так? А ты тетушка из Америки, в возрасте. Я не персидский садовник, а кот. Ты, может быть, не знаешь, что такое кот? На языке поля валери сутенет. Она ничего не понимала, плакала, цеплялась за его ноги. Ты должен прийти вечером, обещай мне. Что-то в нем сломилось, последняя гордость, остатки душевной чистоты. Он поглядел на валявшиеся смятые бумажки. Бледно-лиловые тысячные билеты, по меньшей мере десять тысяч. Засунув деньги в брючный карман, он равнодушно сказал, хорошо, приду. Может быть, не сегодня, завтра или послезавтра. Было чудесное утро, ясное, теплое. Он прошел пешком до Люксембурга, глядел на листву деревьев, медную, золотую, палевую, рассыпанные драгоценности уничтоженного царства. В парке шла обычная жизнь. Несмотря на ранний час, матери и няньки уже привезли сюда коляски, малыши играли среди ярко-рыжего песка, мальчики на пруду пускали игрушечные кораблики, рантье, отставные чиновники, греясь на солнце, читали газеты, светились черные, будто наквашенные дрозды. Перед Люсьеном выселась голова Верлена. Поэт походил на старого фавна, на мраморе были черные потеки. Верлен плакал. Люсьен машинально повторил строчку стихову «Жизнь простая и спокойная». Чему ему нельзя? Просто и спокойно. Поступить на службу, есть суп, нянчить детей, приходить сюда. Рядом беседовали. Чем Верлен обещает мир на двадцать лет? Ну, а двадцати я не мечтаю, но вот десять... Люсьен посмотрел «Этому семьдесят, зачем ему десять лет мира?» Он пробормотал «Незачем». Старичок обиженно заморгал, Люсьен встал, зевнул. Что же ему делать? И вдруг он вспомнил о деньгах. Ночь казалась выдуманной. С недоверием он пощупал карман. Хрустят. Тогда он поехал к английскому портному на улицу пирамид. Он закажет зеленый костюм из шотландского гомспума. гостюм за